ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Вот так вот получится, что свои шесть соток сдашь потом под аэродром на эту... Ищет Даша абсолютно. Ну это изысканно. Вот у мыша уша 28 лет. Я видел это 28 лет назад. Там такие рожи. Я и сейчас боюсь. Ой, ёпт. Иер, мне так тесно. Блин, прикольно. Паш, мы решили с тобой встретиться в Батуми. Да. Но и на Ютубе вообще есть много видео про то, что собой представляет Батуми, как он преобразился и преобразился ли, там, не все вот эту новую архитектуру понимают. То есть про именно архитектуру города, Батуми, есть много чего, это много проговорено, но про, возможно, главную жемчужину Батуми говорится гораздо реже. Хотя люди, когда сюда приезжают, они идут сюда чуть ли не в первую очередь. Речь про ботанический сад. И ты как не только журналист, но и ботаник, и, возможно, главный ботаник в истории русского телевидения... Ну, может быть, хотя почему нет? В общем, ты как человек, который про тычинки-пестики готов рассказывать просто с невероятным жаром, покажешь нам, как здесь все устроено, и... Если вспомню хоть что-нибудь, потому что сейчас светет мало чего... Да, важная деталь. Мы здесь в конце сентября. Ты сказал, что если бы мы были весной, здесь бы все горело цветами. Вот мы бы сидели на красном фоне цветущих камелий. Вот бутончики, вот они, вот бутончик. Вот знаешь, смотри, их сколько. А если бы в октябре, то что было бы? Там японские клёны горели бы цветом. Дело в том, что японцы очень любят осенние краски. Это, кстати, тоже японская камелия. Японцы любят осенние краски и весенние. Потому что природа должна либо зарождаться, либо умирать. И в развитии вы её должны видеть. А когда у вас всё время вот, грубо говоря, этих бабушкиных георгинов, вы нигде в Японии не увидите. Потому что они всегда цветут. Потому что это неприлично. Они... Это... Сироп такой, понимаете? А должно либо быстро отцветать весной, либо долго, либо тоже довольно быстро отцветать осенью. Сакура классический. Почему Сакура — символ японской эстетики? Потому что Сакура, конечно же, можно наблюдать в течение больше, чем месяц. Потому что если вы будете двигаться от Хансюк к Хоккайдо, вы, конечно, будете месяц двигаться, и она где-нибудь обязательно будет цвести. Но в одном конкретном месте один конкретный вид Сакуры будет цвести всего неделю. И поэтому вы должны вот именно в этот день... Кстати, потрясающим примером японской эстетики у нас был мультфильм «Паровозик из Ромашкиной». Из Ромашкова, да. Когда его торопят там звери, по-моему, говорят, «Ну, если мы здесь не останемся, мы уже опоздаем на всю весну». — А если мы здесь не останемся, то мы опоздаем на всю жизнь. — Да. — Мы пока поднимались, ты чуть-чуть взмок. — Мы предлагали просохнуть, но ты отказался. — Нет, потому что «Повороте» всю свою жизнь пел и потел. — Всё. — Поскольку я не пою так, как «Повороте», то потеть мне тоже можно. — Так что же, если кто-то подумает, что мы так гостя некомплиментарно показываем, это выбор. — Да. — Ещё недельки-две. — А вот там совсем зелёная. — Зелёная, да. У неё невероятно, ну просто вот... Ну вот как сказать, у него вкус такой терапический, как персик, только ещё желеобразный такой. Это сорняк такой. Значит, когда недобросовестные виноделы делают вино из плохого винограда, или вообще не из винограда, из каких-нибудь яблок или слив, для того, чтобы придать вину тончайший, настоящий такой оттенок прямо... А там, кстати, кто-то какая-то мышь побежала. Тончайший такой оттенок хорошего благородного красного вина добавляет вот эту ягоду, фитоляку. — Эээ... И это, ну, обманка? — Конечно. Но это пигмент. Ну, краска. Но... Ну, эффект такой прям, как будто это бордо такое. — А этот кими, вот он такой же, как вот мы в магазе покупаем? — Лучше, этот лучше. — Лучше? — То, что мы покупаем — это новозеландское и турецкое производство. И турецкие сорта. А это при Горбачёве. Посадили новозеландский золотой киви — лучшие сорта, чем то, что мы покупаем. Они лучше. Они здесь, получается, лучше, чем в Новой Зеландии. — Потому что климат? — Им здесь больше нравится. — Он такой огромный, да? — Он гигантский. — Паш, а вот это настоящее растение? — Выглядит, как искусственный газон футбольный. — Нет, это... Ну, они маленькие просто. Это арукария. Арукан, она вообще, когда взрослая, она как зонтик, огромная такая. Она в Чиле растёт в основном. Она называется «монки пазл», как бы это народное название. То есть, как бы, типа, на неё обезьяна не может забраться, потому что она очень колючая. Когда она молодая, она вот такая. Когда она взрослая, старая, она зонтиком. Я не знаю, есть ли тут антиковидная арукария. Похоже, что где-то наверху там должны быть. Здесь самое главное не то, как его вид... Что здесь какие-то редкие есть в России. Здесь они есть. Но здесь главное, что они очень старые. Потому что это единственное, наверное, такое место на территории бывшего Советского Союза, которое изначально планировалось как главный имперский ботанический сад. То есть, именно в чём заключается... Слово «империя» плохое, оно сейчас ругательное. Оно всегда было, в общем, ругательным. Но «империя» в ботаническом смысле — это вот... Знаете, как кот-кошка. Она ходит и метки оставляет. То есть, вот наши экспедиции прошли. Пошёл Александр II в Среднюю Азию. За ним пошли ботаники. Пошли осваивать Дальний Восток. Пошли ботаники. И вот мы всё оттуда собираем, привозим, что можно в Петербург, но в Петербурге климат не очень, привозим сюда в Батуми. И вот вся эта зримая империя — это, собственно, то же самое, что большие музеи. Что, допустим, Лувр, или британский музей, или Прада. То есть, вот империя показывает свою силу, свою мощь, вот собирая все ресурсы. Про войну хочется с тобой поговорить. Я буду называть специальную операцию. Потому что... Ты живёшь в России? Я живу в России, да. Дисклеймер, как теперь говорят, сделаем. У тебя есть военная специальность. Ты артиллерист. Офицер артиллерийской оптической разведки. Что это такое? Это военная кафедра... Военная кафедра Ленинградского университета. Кстати, у Дмитрия Анатольевича Медведева та же самая военная специальность. Потому что юрфак, истфак, биофак были артиллеристами. Ты умеешь... Ну, то есть, ты знаешь, как работает артиллерия? Ну, как она работала в 86-м году. Ну, то есть, что такое вот эта вся фигня? Значит, есть батарея. Она состоит из трёх гаубиц до 30. Есть наблюдательный пункт. Он отнесён куда-то, откуда видно условного противника. Потому что зачастую стрельба идёт из закрытой позиции, когда между тобой и противником гора, и ты не можешь стрелять прямой наводкой. И вот с этого наблюдательного пункта, тот самый офицер, который там сидит, он при помощи Теодолита, Бусули и прибора управления огнём, значит, он узнаёт координаты цели точные, передаёт на огневую позицию. Сначала там стреляют одним снарядом. Он, естественно, либо перелёт, либо недолёт. Значит, ты это должен зафиксировать, внести поправки, там, на ветер, на что-то ещё, по специальным вот таким таблицам. На ней сейчас есть компьютеры, суперкомпьютеры, может быть. И, значит, потом батарейным огнём, когда все три стреляют залпом, цель должна быть уничтожена. Вот очень простая задача, как бы, на самом деле, она очень сложная. Потому что, если между первым выстрелом и выстрелом батарей пройдёт больше там 45 секунд, или если второй батарейный огонь не попадёт, то позиция считается уничтоженной, потому что уже за секунд. Поэтому мастерство заключается в том, чтобы очень быстро внести эти поправки и правильно всё почитать. Когда ты этому учился, ты понял, почему у многих людей есть кайф воевать? А вот есть упоение в бою, да? Это же вот недаром сказано, что когда ты включаешься, ты не понимаешь, что там люди. Для тебя это цель. Недаром вся военная пропаганда построена на обезличивании. Там цель находится, цель должна быть уничтожена, нейтрализована. Это только в фильмах про киллеров такое. Слышишь, ты должен пойти убить его. Я даже думаю, что киллерам тоже дают указания в более-менее обезличивании. Нейтрализовать объект, я думаю. Там нет живого человека, а есть некая цель. Охотники же не говорят, я убил лесу. Они говорят, я добыл лесу. Добыл лесу. Они добывают. Охотники добывают. А военные нейтрализуют. То есть это специальный язык, специальная такая оболочка построена для того, чтобы человек не думал, что на той стороне другой человек. Поэтому да, конечно, на учениях-то понятно, что на той стороне картонный танк. Ну он движется каким-то образом там, но это картонный танк, ну ты должен его подбить. Мы в Испании. И это наш новый эпизод совместного сериала «Сёрфшарк» про самые интересные стены. За моей спиной – Мурайя де Финестрес. Природная стена у водохранилища на границе Каталонии и Арагона. Раньше здесь была вода, но, как я понимаю, из-за экстремально жаркого лета ее стало значительно меньше. Финестрес, она называется из-за одноименной деревни. Вот она совсем рядом. В 1960 году из-за строительства плотины все сельхозтерритории были затоплены, и поэтому деревня опустела. Сейчас в ней никто не живет, зато сюда регулярно приезжают туристы, чтобы посмотреть вот на эту красоту. Искусственные стены в интернете, связанные с цензурой, вызывают совсем другие эмоции. Но если установить VPN-сервис Surfshark, то эти стены станут незаметными, а заблокированные сайты и приложения начнут открываться. Еще Surfshark очень полезен, если вы часто подключаетесь к общедоступным Wi-Fi-сетям. Он шифрует все ваши данные, а информация о ваших действиях нигде не остается. Surfshark не собирает данные пользователей. Ну и напомню еще про пару полезных опций внутри. Здесь есть специальная функция блокировки всплывающих окон о файлах куки, которые обычно очень отвлекают. Заходите в интернет через Chrome или Firefox, включаете Surfshark и такие окна больше не появляются. А функция CleanWeb блокирует более миллиона известных вредоносных сайтов и методов фишинга. Одну подписку на Surfshark по-прежнему можно использовать на неограниченном количестве устройств. А сама подписка стала еще выгоднее. По промокоду Юрий до 31 декабря можно получить скидку в 85% и три месяца в подарок. Все подробности по ссылке в описании. Установить приложение и оформить подписку можно там же. Вперед к свободному интернету. Кажется, это в топ-3 самых невероятных мест, где мы снимали рекламную интеграцию. Можешь описать, почему для тебя ботаника и вообще растение — это вот такая тема, которая тебя так заводит? Ты просто загораешься, как… Сложно сказать, понимаешь, у меня бабушка, дедушки и родители, они все индустриальные, они все больше какие-то военно-промышленные инженеры. И особенно, как-то, не знаю, какие-то книжки, может, в детстве попадались. Или это какая-то советская сублимация была? Вот про цвет то, что ты рассказывал. Что вокруг серое, а здесь есть шанс быть силой. Может быть. А разнообразие, поиски разнообразия. Что вот этот мир разнообразен. То же самое, у многих то же самое рождалось к животным. Ну просто почему-то с животным у меня не срослось. Я думаю, что потому что у нас в Питере, наверное, самый ужасный зоопарк в Советском Союзе бывшем. Сейчас там даже нет слона. Когда он там был, он ходил в каком-то бетонном унитазе. И не знал, куда ему деться. Потому что вокруг вот такие пики стояли. Это все было на Петроградской стороне. И этот слон вот так вокруг часовой стрелки 80 лет ходил. Поэтому с животными как-то так не получилось. Давай сразу проговорим. Зоопарк — это тюрьма? Ну, смотря какой. Вот смотри, Берлинский зоопарк. Ну не знаю. Если это тюрьма, то пятизвездочная тюрьма. Там у панды, я не знаю, больше места, чем, наверное, Нового Огарева. А Дарреловские зоопарки на островах Джерси, там они просто хозяева. Даже в Берлине. Вы же ходите в Берлине по зоопарку. Вы гости, а они хозяева. То есть вы ходите по этим дорожкам, а у них там огромное пространство. Он не хочет вас видеть. Какой-нибудь оренгутанг. Он уйдет и все. А, конечно, вот эти вот классические вольеры — это все от идеи покорения природы. То есть здесь же тоже любой ботанический сад, любой зоопарк — это символический контроль над пространством. То есть да, вот там сэр какой-то был в Индии, привез оттуда, не знаю, какого-то там ревуна, какую-то обезьяну. И вот она теперь здесь, в Лондоне, вы на нее можете посмотреть. То есть это имперские штучки. Когда я снимал фильм про орхидеи, очень интересная была вообще концепция орхидеи в английском. Во-первых, если вы будете читать Агату Кристи, будете читать Конан Дойла, в каждом втором романе и рассказе будет попадаться обязательно орхидная оранжерея. Потому что это свидетельство богатства, состоятельности. То есть либо вы могли это купить, либо вы или ваш там сын служил в колониях и привез. То есть это как… Это статус. Это статус. Ну как сейчас брендовая вещь. Статусное потребление. Или антиквариат какой-то, или картина какая-то. То есть это статус. Какая-то, допустим, Ванда из тогдашнего Таиланда, не знаю, в конце 19 века, если перечитать современные деньги, но это такой хороший Роллс-Ройс, там Сильвер, там что-то, Спирит или что-то. Причём это у вас висит на ветке просто. Торжерея просто висит у вас так вот, небрежно на крючке. И здесь поэтому весь этот ботанический мир мне хотел всегда трактовать как гипертекст. То есть не просто «вот посмотрите сюда, здесь растёт вот это», а что в нём зарыто вот это, в нём… Знаешь, как в Википедии. Последовательно открываются ссылки. На настоящей войне ты впервые оказался в Чечне. Да, сложно сказать. Наверное, в Карабахе в 1990 году, когда в «Пятом колесе» мы снимали, тогда мы как в Степанакерте поехали, и из Шуши стрелили по Степанакерту. Шуша была азербайджанская. И из Шуши как раз стрелили по Степанакерту, а стрелили навесным. То есть с горы, когда вот так траектория идёт снаряда. И при таком способе стрельбы восходящая траектория снаряда очень маленькая, и поэтому флуктуации очень большие. И снаряды падают случайно. Считай, что ты под дождём находился. С дождём случайно падающих снарядов там тоже есть те же самые гаубицы. И это был Степанакерт, 1992 год. Помню, что тогда очень… в подвалах все по подвалам, между подвалами… Снимали, как там жизнь устроена, да? Ты был в Карабахе, но потом поехал без вопросов в Чечню. Так я сам вызвался, конечно. Мне интересно было. Нет, там была какая ситуация? Это был январь 1995 года. Самое начало января. Четвёртый или пятый, что ли, января. И тогда НТВ уже… Я работал на НТВ с обкором в городе Петербурге. НТВ уже тогда давало всё… обстрелы Грозного, вот эти ковровые бомбардировки Грозного. Давало всё, в том числе и чеченской стороны. А Министерство обороны было абсолютно закрытым. То есть со стороны федерала, федеральных войск, ничего не было… ничего не показано было. Прежде всего, трагедия вообще никогда не была показана, потому что, например, первый и второй каналы рассказывали про то, что в Грозном восстановили светофор. И тогда, значит, я узнал просто, что Собчак отправляет… он был тогда мэром… отправляет партию гуманитарной помощи тем, значит, войскам, а там были и МВД, и армейские подразделения, которые были призваны из Петербурга. Ну, я так робко поцарапался в дверь, говорю, а можно, значит, там типа… потому что легально попасть на ту сторону было невозможно, на федеральную сторону. Ну, типа можно. И вот, значит, там напихалось два или три журналиста всего, мы между этими мешками с носками спрятались буквально. И грузовым самолетом мы прилетели в Грозный. А, видимо, информация плохо проходила, и Рохлин, который тогда один из фронтов командовал… Он думал, что Собчака встречали. Он думал, что Собчака… И выслал бронетранспортер, в котором были ковры внутри. Ковры, ковры. Ну, понятно… А, это типа люкс? Бронетранспортер люкс? Бронетранспортер люкс, да. ВИП. И этот водитель бы все были… Ну, понимаете, это же грязь, это же… Какое-то говнище такое… Это же… Все расплыв… Все расплывывалось… Это вот… Чеченская зима… Не зима… Вот это… Пронизывающий ветер… Ледяной дождь… Который в морду вот так… Там еще и климат был против всего… И вот эта вот грязь как-то… А он весь с иголочки такой… И он нас посмотрел… Ну ладно… Значит, мы с оператором приехали… А Рохлин нас выгнал, собственно… Выгнал… И мы пошли. Я благодарен ему, потому что мы пошли к Бабичеву. И пошли мы через весь город. Бабичев — это другой генерал, который… Другой на другом конце. И мы пошли к Бабичеву. И мы на все это насмотрелись. На что? А вот на все. На бомбежки, на то, как люди варят вот это… Какое-то что-то такое там у подъезда. Сейчас картинка никого не удивишь. По понятным соображениям. Вот тогда это… После стольких лет мира, да… Как, значит, люди там… Причем, в основном русские бабки. Потому что чеченцы, у них большие семьи. И, как правило, есть родственники где-то в горах, куда еще не пришли федеральные войска. И… Много чеченцев было в Грозном, но прослалось в глаза, что самые вот такие вот ужасы это были те русские, которые жили в Грозном. То есть фактически федеральные войска под… Ну, с тем, чтобы защитить русских, как помните, от притеснения, да? И вот эти вот русские бабки, именно бабки вот эти сидели везде. И вот что-то такое… Потому что у чеченцев что-то было все-таки. Какая-то помощь из сел. Какая-то… Ну, родственники везде где-то из деревни. Кто-то детей отправлял там в горы куда-то. А вот русским-то никого у них нету. И они все вот так… На лучинке. Я не могу сказать, что там за картами следил боевых действий. Но вот ты видишь просто, что вот это все происходит. Ты понимаешь, что это все еще… Вот это распутится. Ты видишь эту картинку, да? Которую ты видишь. И представляешь это с тем, что я видел в Чечне, допустим. Когда я был там военным корреспондентом в 94-м году. В 95-м. И понимаешь, что это то же самое. Нам же все время рассказывают… Вот, допустим, 92-й год. Самая популярная газета, условно говоря, «Аргументы и факты». И там, типа, со ссылками на источники в Министерстве обороны. Тогда еще было Министерство безопасности или ФСК, что у нас есть такое оружие. У нас чуть ли не в Астрал проникали, значит, в Астрале битвы с экстрасенсами американскими. Мы их прямо парализуем на поле боя. Вот. В аргументах и фактах. 92-й год. 93-й год. Ельцин стреляет по парламенту. Чем? Танком. Обычным танком. 94-й год. Что приезжает на улицы Грозного? Разъебанные беттеры, разъебанные танки абсолютно. На эту форму смотреть просто невозможно. Такое ощущение, что они с 43-го года. Они просто, эти ватники, они просто висят пузырями на людях. В этом залезть невозможно. Мне дали такую, чтобы… Я не знал, как в ней залезть. Я так не маленький, а вдвое себя шире, потому что я не знаю, из чего оно было сделано, из какого животного. И вот это все, понимаешь, это убожество, это серая грязь, в которой вот это все застревало. Ну, в Чечне это был, так сказать, декабрь, да? А в Киеве и в Чернобыле это был февраль. Ну, это примерно одно и то же. Когда они просто тонули в жидком говне и растягивались эти колонны на 50 на 60 километров. И это те же самые грабли, те же самые ошибки, которые были в 94-м году. Но до этого-то мы видели бравых офицеров, до этого мы видели, как ракеты опоясывают что-то там четыре раза вокруг своей оси, какую-то там землю со скоростью 8 махов. И что это могучим ударом, да, малой кровью. И когда ты все это видишь, я понимаю, что вот это ничего не изменилось абсолютно. Что это абсолютное вранье. Мы не говорим уже даже о целях этой операции, да? И в случае Чечни, и в случае Украины цели были, мягко говоря, спорными. Даже в случае Чечни. Потому что существовали слухи, что с Дудаева все-таки тогда можно было договориться каким-то образом. И по сравнению с тем, что появилось после Дудаева, Дудаев выглядит сейчас вполне интеллигентным советским генералом еще. Вот. И примерно понимаем, да, что вот это все абсолютный такой экспромт, кровавый, да, и неподготовленный. Ну и вот что после этого? Знаешь, когда вот 94-й год, 2022, 18 лет, да? Сколько? 28. 28 лет. То есть я видел это 28 лет назад. Вот ровно эту картинку. Поразило состояние войск, конечно, люди не знали, зачем они идут, не вполне понимали цели и задачи. Вот я считаю так. Здесь не вполне понятно цели и задачи, да? Они отделятся. Ребята, ну а вообще они отделятся, это вообще в 91-м году уже произошло. Я имею в виду чеченца. Ну и фактически там было квази-государство, оно существовало, тогда же тоже цели назывались восстановление конституционного порядка в Чечне, в 94-м году. А вот скажите, а когда нас на улицах расстреливали друг друга, представители разнообразных группировок из гранатометов в Петербурге, в Москве, там и так далее, на Котликовском плане, это был конституционный порядок, что ли? Я не могу понять. А люди тем более не могли понять, какой конституционный порядок в 94-м году вообще? Когда у вас в Москве и в Петербурге, что называется, закон тайга, да? Вот то есть цели были сформлены, настолько непонятно, что понятно, что люди просто шли туда, ну потому что сказали, они идут. Их забрали, их забрали тоже по довольно случайному признаку, мобилизовали. И тогда, я помню, что вот рифмы такие, неготовность полностью, значит, войск к этой операции, абсолютно несформулированность целей так, чтобы она дошла до каждого конкретного человека, ну что сейчас, какая цель? НАТО у нас где-то НАТО. А что в 94-м году было про это НАТО, знаешь, да? Я помню, что тогда уже мы в итогах над этим ржали. Я тогда стишок написал, такой на доске в итогах, его долго не стирали, а мы все что-то какие-то шуточки писали. Большая доска, расписание, в программе итоги. Ну и кто-то там рисовал, кто член, кто ромашку, кто стишок. На память. Член и ромашку не ты. Член? Нет, не я. И ромашку не ты. Я стишок написал, а я ромашку нарисовал, вижу, распускается в тишине цветок, чую, расширяется НАТО на восток. Это был 94-й год. Ну уже тогда ржали над этим, да? В общем, как бы, и я все время обвинял это, все время, вот Мацкявичус. Ты же Мацкявичус. Понимаешь? Вот так вот получится, что свои шесть соток сдашь потом под аэродром НАТО. Получилось наоборот, как мы знаем, и Эрни теперь, значит, такой великий патриот. Вот. Ну, мы уже ржали все. Я еще вспомнил твои истории про… Ты рассказывал, что армия была настолько не оборудована, настолько все было ужасно, что ты видел солдат, которые шли по минному полю… За кукурузой. Чтобы нарвать недозревшую кукурузу. Да, а мамы боевиков из ближайшего села, путь к которому… Короче, территории как бы федерально, и как бы под контролем боевиков. И между ними шлагбаум. Я сегодня видел такой шлагбаум. Вот такой шлагбаум, вокруг которого две дороги, стоит шлагбаум. У шлагбаума такая палка на веревке. Там сидит солдатик. Там я не знаю, какие там вши внутри я не смотрел, но снаружи это уже было похоже, знаешь, вот как показывают этих йети. Знаешь, вот этот йети, вот шкура йети. Такая драная какая-то вся. Вот он был как йети, сидел такой йети заросший. И открывал и закрывал. Там ставил танк какой-то, не знаю, был там кто-то в танке или нет. И все эти боевики спокойно на своих «Жигулях» что-то туда возили. То есть его забыли там. И он бегал по, наверняка, за минированному полю. А там была кукуруза. Значит, если кукуруза не дозрела, значит, это было июль 95-го года. Совершенно верно. Это июль. Вот. И он бегал по этому полю. Вот эти зеленые початки. И, ну, время от времени мамочки в черном. А эти мамочки — это, конечно же, мамочки боевиков, так называемых чеченских, потому что то силовик контролируется чеченцами. Они привозили ему лепешки время от времени. Вот кормили их. Из жалости. Из жалости. Момент, когда у тебя за последние 7 месяцев была наиболее низкая точка настроения? Знаешь, вот зимой как-то я пошел на… Да, вот, ну ничего не хотелось вообще. И работы как-то не было. Потому что я же сейчас ландшафтами, какими-то проектами живу время от времени. И люди ведь об этом тоже думают. Знаешь, как-то сначала они думают о еде, они думают… Пирамида масла. Они думают о безопасности, они думают там о социальном окружении. И только потом они начинают думать о… А во что бы это все одеть, да? Вот как-то и заказов особых не было. И я иду по Афинскому заливу такой… Красота безумная такая. Это где-то как раз конец… Начало самое марта. А, работа у меня кончилась тогда на Rush Today. В смысле я ее прекратил естественным образом. Хотя проект хороший был. Вот. И я иду, я что-то вот ем снег. Я обнаружил, что я иду и ем снег. Ну, снег был… Снег – это не в городе снег. То есть это финский залив. Свежий, белый, пушистый. Но я настолько о чем-то так вот задумался, что я понял, что я сижу и ем снег. Боже мой, да что же… Сюда уже дойти, да? Настолько вот… И, ну, слава богу, там как-то выкрутилось, образовался там проект совершенно безумный, ландшафтный в Непале. Вот. Но тогда вот состояние было такое, что, в общем, ну жить не хотелось, честно говоря. Потому что, с одной стороны, вот началась эта спецоперация, начались такие страшные бомбежки там Киева. А с другой стороны, как-то тогда особенно всех хватали. И как-то ты видишь, что вот голову уже не высунуть вообще никак. Там у меня маме восемьдесят практически. Ну, хорошо, я сяду, ну вот сяду, сяду, сяду. И что дальше? Да? Вот. С одной стороны, я уже как-бы отбоялся. Но вот было ощущение такое свинцового сапога, который так прижал. Вот. И с головы не слезает. Что наиболее характеризующую такую вещь, как война, ты увидел в Чечне? Претерпелость. Вот я не помню, кто это слово придумал. Это когда-то было на начале перестройки, перестройки характеризовал как состояние советского отупения. Претерпелость. Вот. Нам претерпелось. Вот когда, условно говоря, кварталы Грозного, да? Откуда отступили федеральные войска? И куда приезжают там журналисты, которые с чеченской стороны. Не работают на чеченскую, а работают с чеченцами. Потому что тогда был очень важный принцип ротации. Ты какое-то время с этой стороны… С чеченцами, какое-то с федеральной стороны. С федеральной стороны. Чтобы ты не мог наладить этих вот связей, знаешь, эмоциональных, да? Прежде всего. Чтобы ты был всегда наблюдателем. Ну и, конечно, разговоры о том, чтобы брать в руки оружие, это даже не обсуждалось. Ты можешь ехать на танке, но ты не можешь ничего там держать, показывать, даже имитировать в кадре. И вот раскапывают массовое захоронение, да? Потому что там были бомбежки, ковровые бомбардировки, местные жители раскопали. Вот. И приезжаешь, вот раскапывают. И вот труп вот этот лежит. Я на него смотрю, я ничего не чувствую. Претерпелось, понимаешь? Или вот когда мы улетали из Грозного, мы обратно летели с грузом 200. Я это тоже снимал. МЧС-ный самолет, 76-й, по-моему, в котором в фольге лежали вот прямо штабелями. Фольга и номер. Ты весь полет рядом. Да, ну вот, и ничего, и как бы... Вот, мы, конечно, так нельзя было... Сделали две панорамы. Это сейчас можно незаметно снять телефоном. Ну, у тебя 13 килограмм. Как ты незаметно 13 килограммами снимешь? Это же надо на плечо поставить. Оно же еще как печка раскочегорится. Оно же звук... Кассета туда-сюда же перематывается. Потом... Вот так вот оператор должен быть. Вот так, да. Это сейчас можно... А тогда же никак. Потом люди сейчас очень ранимые. Они же выросли в состоянии свободы. Свобода и свобода выбора. Свобода даже выбора кофе. Какой ты хочешь. И они не привыкли. А я же, в общем, вырос в Советском Союзе. Я видел и советских военруков, советских физкультурников, афганскую, значит, вот эту всю изнанку. Ну, в смысле, что видел людей, которые туда приходили. И, может быть, поэтому грубее кожа толще, может быть, была. Ну, вот я... Вокруг... Из фольги вот эти, прямо из фольги вот такие вот ряды, полки такие в 76-м. Там лежат такие вот аккуратненькие фольговые свертки. Я не знаю, что такое цинковый гроб. Ни разу не было цинкового гроба. Но я видел в фольге, в фольге завернутой, знаете, как вот эти куриные ножки в духовку кладут. И вот эти тела вот так лежат, и там бирочка на каждом. Мы летели с таким. Твоя основная работа сейчас — ландшафтный дизайнер. Как это получилось? Ну, получилось так, что я когда-то ввел программу «Растительная жизнь», там, не знаю, лет шесть, по-моему. Это было... Мы что-то копали, сажали со звездами, без звезд, путешествовали. То, что называется, насмотренность. Потом, ну, практика какая-то ботаническая, она всегда была на кончиках пальцев. И когда я ушел с дождя, там, потом все уехали. Ну, я какие-то беру какие-то контракты временные небольшие, какие-то участки. То есть я, по крайней мере, знаю растения. Я, конечно, не могу спроектировать в автокаде трехмерную какую-нибудь лестницу с подпорными стенками, поэтому есть коллеги. Но, что касается растений, тут у меня есть определенные, ну, знания такие, фундаментальные. То есть тебя приводят на условные двенадцать соток вокруг какого-нибудь дома и говорят, что можно было бы здесь посадить? Ну да, конечно. Нет, что можно было бы здесь сделать, скажем так. Может быть это, не знаю, кому-то хочется, может там висячие сады Семирамиды. Семирамиду, пожалуйста. Но тут я уже привлекаю знакомых инженеров, которые спроектируют Семирамиду, а вот что туда напихать, то я напихаю. Я слышал, что ты делал что-то тренеру Вина Русмановой, но не срослось, потому что вы поругались. Ну да, не прослось, потому что вот то же самое, там хотели каких-то четыреста чего-то штамбовых роз, что-то такое было там. Так, и… Ну а штамбовые розы, это у вас зимой будет стоять, каждую нужно будет укрывать этим… Ну гробом, фактически, у вас будет всю зиму четыреста гробов стоять. Надо короб вокруг каждой делать, но это не экологично. Ну и как-то вот так… Ты это сказал и… Ну и разбежались. Интересные характеры друг на друга там, наверное, напоролись. Начало войны ты провёл в Непале и тоже по ландшафтным делам. Нет, там так случилось. Значит, эта операция была объявлена в конце февраля, и первый день я помню, что я в каком-то сумраке иду к банкомату, не зная, что делать. Я понимаю, что что-то надо делать, как-то надо спасаться, да, потому что всё же было непонятно абсолютно. И снимать какие-то деньги, думаю, сейчас я приду, а там будут стоять толпы. Я говорю, пустой банк, отделение банка, ни одного человека нет. Думаю, наверное, все уже всё сняли. Снимаю какие-то деньги и уехал в Питер, честно говоря. А потом была какая-то старая история, что кто-то хотел, чтобы знакомая, а там семья, женщина русская, а муж у неё непалец, причём князь непальский. Они познакомились, когда учились в первом меде, в городе Ленинграде. Тогда же много было студентов из этих стран. И вот у него теперь клиники, и он хочет такой общественный парк сделать при этом медицинском центре. Ну я на это всё смотрел, знаешь, когда ничего не было, ну как будто на, ну знаешь, абсолютно что-то такое эфемерное. И тут я хватаюсь, спешу, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, всё. И где-то через три недели, три недели я в Питере, не помню, какую-то бреду провёл. Я к маме поехал, думаю, надо как-то вместе отсидеться. Потом думаю, продукты же кончатся, надо маме же купить, набить этот холодильник-морозильник, никто же не знал, с чем это всё кончится. И вот, значит, между синым рынком, значит, и мамой я разрываюсь, и вдруг, значит, оп, поехали, всё. И где-то вот, значит, в каких-то 20-х числах марта, то есть меньше месяца прошло, раз, и вдруг так, и вот не пал. И ты реально делал как урбанист там? Ну, конечно, да, там проедут, защищали, там всё. Там дама, которая мой англо-хранитель, которая меня, собственно, нашла. Каким образом она меня нашла, я не знаю. То есть она была знакома с этой женщиной, а с другой стороны, она была знакома с моими однокурсниками какими-то по университету, которых я уже забыл. Вот, то есть как будто вот, что называется, Бог взял и вот ведро, вот вогипящее вот с этими ужасами всеми, верёвочку спустил, и я за эту верёвочку ухватился. То есть, по крайней мере, на два месяца я из всего этого выбыл. Ну, то есть, конечно, новости читал, всё. Но, по крайней мере, я не жил постоянно вот этим, то, что называется думскроллингом, когда ты вот сидишь, возьмёшь кнопки и рвёшь себя на части, потому что, понимаешь, сделать-то, в общем, ничего не можешь против государственной машины. И нужно чем-то заняться, отвлечься, всегда говорят, надо отвлечься. А тут у меня ещё и страну посмотрел, ну, три копейки какие-то получил. У тебя в Непале вместо трактора был слон? Был частично и слон, да, пальмы таскал. Непал немножко напоминает Советский Союз в том смысле, что техника. Или вот Китай, например. В Китае там вот, может быть, куча народу соберётся, и все куда-то едут, говорит, господин водитель обедает. Ага. Вот. А там тракторист. Надо трактористу звонить. Надо звонить трактористу. То есть, человек, ищущий отношение к чему-то современному, к чему-то, значит, техническому, он немножко такой сакральный статус имеет. Поэтому иногда слоном легче. По поводу рая на земле. Значит, задачей ботанического сада является создание в том числе и рая на земле. Потому что учёные должны благодетельствовать человечество. Что такое начало двадцатого века? Кровь, война и ужас. Кровь, война, ужас и невероятный прогресс в медицине. Общий наркоз. Топографическая анатомия. Это в чистом виде пирогов, когда не надо резать от уха до брюх, когда расположение органов, пространственные вот эти атласы, которые позволяют делать более-менее щадящие операции. Открытие групп крови. Которые делали возможность переливания. Первое лекарство от сифилиса. Препарат 606 Эрлиха. Который распространился по всему миру. А сифилис тогда был пострашнее, чем спит сейчас. Или даже десять лет назад. Потом все эти заводы, газеты, пароходы. Электричество. И это всё одновременно. То есть люди наконец начинают жить более-менее комфортно. Перед Первой мировой войной. Всегда всё сравним с 13-м годом. Что пик развития такой промышленной цивилизации, индустриальной цивилизации. И вот эта идея рая на Земле, она очень популярна в это время. Очень много утопий. Сейчас мы живём в эпоху антиутопий. То в начале 20-го века огромное количество именно утопий. О том, как замечательно будет жить человечество. И почему ты вспомнил здесь? Почему? Потому что это был, когда сюда пришёл Краснов, это был ад на Земле. Дело в том, что это вообще болотистая местность. И здесь малярия. Лекарством от малярии был хинин, от которого последствия лечения ещё страшнее, чем сама малярия. И надо было это дело осушить. И Краснов выбирает вот это дерево, австралийский эвкалипт. И вот от турецкой границы и до Гагры вы будете ехать. Понятно, государственные границы, геополитика. Ну, географически вы будете ехать и будете видеть сплошные эвкалиптовые рощи. Потому что каждое такое дерево высасывает несколько тысяч литров воды в день. И оно осушает почву и закрепляет болотистые склоны. И как раз идея Краснова была в том, что осушить при помощи эвкалиптов будущие места для чайных плантаций. То есть чай свой, фрукты свои, рай на земле и… Импортозамещение задолго до. Отчасти. Не столь важно. Россия была настолько открытой экономикой, что эта задача не очень стояла. Но фрукты, конечно, лучше замещать, потому что их возить довольно долго. Одна из важнейших твоих работ — это фильм «Мавзолей». Про мавзолейную группу, про людей, которые очень здорово умели бальзамировать тела. Как ты ее вспоминаешь? Самое интересное — там предыстория, конечно. Значит, у нас самый главный год в жизни. Ну, конечно, у нас теперь самый год. Самый важный год — это наш нынешний год. Потому что в 20-м году казалось, что это 20-й, с пандемией там, со всякие 21-й. Теперь уже кажется, что 22-й. Самый главный, переломный. А 99-й год — это год, в который сменился для премьера. Мы начали с Примаковым, продолжили со Степашиным, мы закончили с Путиным. И каждый премьер — это была некая такая драматическая смена. Это ведь не то, что сейчас. И как раз, когда Ельцин уволил Примакова и назначил Степашиной, это было весной, поползли слухи, что вот коммунякам вот этим… А Примаков сразу ушел в оппозицию вместе с Лужковым, помните, вот этот блок ОВР, и стал подкакивать Ельцину и Ельцинской семье на голову. Что типа вот эта дочка там… Подкакивать. Да. Ну и поползли слухи, что Ельцин хочет отомстить. То есть, как обычно, асимметрично. Это же при Борисе Николаевиче. Ответ будет асимметричным. И что он захоронит Ленина? Как вы тогда ржали, в любой непонятной ситуации хорони Владимира Ильича. Вот. И слухи отбалзли до такой степени, что выставили… НТВ выставило на гостинице России, которая тогда была той гостинице… Гостиница Москва. Откуда мы в зале и видим. Выставили круглосуточно дежурного оператора. Что если ночью будут вносить, чтобы не пропустить. Ого! Да. Чувак круглосуточно снимал сверху… Он не снимал, он ждал. Ага. Но сейчас мы поставили веб-камеру. Угу. Да сейчас она и есть страника. Но тогда какие веб-камеры на Красной площади? 99-й год. И я пришел, когда я приехал из какого-то Косово в 99-м году, пришел к Жене и говорю, «Жень, надо срочно делать про музей». Как вы говорили? Да, типа да. Источники тогда… Женя Киселев. Киселев, да. И что-то я какие-то интервью снял большие, но самое главное нужно было экшен снять. А экшен ты без Кремля не снимешь, потому что, ну, ты не можешь проникнуть в лабораторию Мавзолея, просто так с улицы, естественно. Тебе нужна авторизация в СОО, ну, формально в комендатуре Кремля. Мы нашли лазейку, как туда занести. Денег? Да. А, вы заплатили взятку, чтобы… Ну, это в августе было, бухгалтерия была закрыта, поэтому Женя какие-то свои достал, я какие-то свои достал. В общем, типа… А, хорошо, что девяносто девятый год. Нищета же абсолютная. Жрать-то… Вклады-то у всех в банках закрылись, это же после девяносто восьмого, еще ничего не отошло. И эти пять тысяч долларов, это как сейчас… Пятьдесят. Угу. И как-то… Я передал связному, куда дальше пошли деньги, не знаю. Значит, передал связному, может быть и не в Кремль, может быть это там и по другой линии, под ведомственной Академии наук. Ну, короче говоря, доступ мы получили. Доступ мы получили. А сидели три дня вот так и думали. А вот если это значит… Знаешь, как вот в таких ганг-совских фильмах заплатил там… А куда это ушло? А может он в карманы, не знаю, там… На Кипр, да? И все. Нас кинули. Ну, не кинули. Не кинули. Все было вообще… Все было… Я когда смотрел, мне не покидало ощущение, что это очень символичный фильм, поскольку он показывал, насколько вот для этого советского периода вот свойственна вот эта некрофилия, вот это нежелание расставаться с прошлым, желание его вот законсервировать даже в самом гнилом, плешивом виде. И это в итоге во многом объяснило то, что будет происходить дальше с Россией. То есть мотив был как раз наоборот, когда… Потом уже много было чего про мавзолей, но они всегда говорят… «Кровавый режим», «Коммунизм», «Чего-то еще», «Некрофилия». Все. Вот… Я решил все-таки… Главное… Я считаю, что главное, что мы тогда на чем согласились, что… Вот без этих эпитетов. Вот просто показать. Методично. Просто… Вышло очень научно. Я сейчас про… Как это было, какие решения принимались. Люди выводы сделают сами. Когда потом Зюганов меня там в комсомолке где-то полоскал, потом мы где-то встретились с ним в доме, я говорю, ну, Геннадий Ильич, по содержанию-то у вас есть возражения? Говорит, нет. По содержанию все правильно. Говорит, вот представьте себе, что вот вы видите, как вашего дедушку, у вас же Ленин дедушка, как вашего дедушку полощет в этом самом формалине. Он говорит, ну, вам хотелось бы видеть так вот дедушку? И, значит, развернулся, куда-то ушел к себе. Вот. Ну, то есть, по сути-то, сказать нечего это. Так оно и есть. Вот. И… Ну, вообще, некрофилия, она многим присуща, ну, потому что вообще, как бы, если говорить о такой классической этнографии структурной антропологии, то первым капиталом изначально у человека был покойник, потому что некуда девать, да? И в Индонезии, в таком, в обществах, так сказать, на определенном уровне развития покойник является, безусловно, и защитником, и покровителем. В огромном количестве русских похоронных традиций это и есть. Мне очень понравилось, в Мадагаскаре мы снимали программу «Растительная жизнь», все равно, что видим, то поем, конечно. Вот. Там есть обряд переодевания бабушки. Это уже было после Мавзолея в десять лет. В 2005 году, что ли, значит. Там бабушку хоронят неглубоко, обычно на глубине до метра. Засыпают обычно камнями. Потому что, ну, в Мадагаскар, там же каменистая пустыня, засыпают камнями. Там особенно землю не покопаешь. Засыпают камнями. Сверху стоят такие красивые вещи. Ну, например, рога антилопы. Или крашеные остовы бывших машин употребления ржавых. Ну, в общем, могилы должны быть красивые. Камни раскрашивают вот эти. Могилы видно сразу. Она цветная очень. Она красивая. Она привлекает внимание. Там рога. Эти самые скелеты машин. Вот. И раз в год, там, начиная со третьего года, чтобы бабушка перестала сильно пахнуть. А надо завалить бабушку, потому что сейчас придет гиена, и бабушку выкопает. Это плохо. И камни растаскивают. Вот они достают бабушку и переодевают ее. Такие же обряды есть в некоторых островах Индонезии. В Индонезии узнал совсем недавно. На Мадагаскаре сам снимал. То есть нужно каждые три года переодевать бабушку. Бабушке можно дать, если бабушка курила, ей нужно обязательно докурить сигарету. Если бабушка пила, ее обливают ромом. Ну, то есть бабушку нужно кормить, бабушку нужно развлекать, бабушку нужно переодевать. Я считаю, что это такая архетипическая вещь, которая свойствует очень многим культурам, находящимся в определенном состоянии. Не только советской. Манипуляция спокойником. То, что в России происходит в последние годы, это манипуляция спокойником? Я вообще сказал бы так. Я не знаю, кому принадлежит эта дивная совершенно фраза, которая мемом стала давно. Что делает мальчик Кай в при дворе Снежной королевы? Он пытается из букв G-O-P-A сложить слово «счастье». В этом смысле мы очень давно по этому поводу делали материалы еще на дожде, где-то года, наверное, начиная с 12-го. Вот с той самой печальной инаугурации, похожей на похоронную процессию, где машина вот съехала по Кутузовскому и никого вокруг не было. Как будто нейтронную бомбу сбросили на Москву. Тогда уже появился этот стиль казарменный гламур такой, при котором формировалась такая российская синкретическая религия, в которой был, допустим, условно говоря, Святой Сталин. При этом в том же пантеоне состоял адмирал Колчак, например, у которого со Сталиным мы, как мы понимаем, своеобразные отношения. При этом в этом же пантеоне был, допустим, Че Гевара, при этом в этом же пантеоне был маршал Жуков, да. Некоторое было восхищение тем, как в одной из западных стран в начале сороковых годов замечательно строили автомобильные дороги, несмотря на… Как ты ушел от удара закона, да? Вот. То есть, вот какая-то такая… Я бы… То есть, где все разные тоталитарные разные культы, они все вместе склеивались. Да, это как лего. То есть, когда вы берете историю, такую большую историю, разбиваете ее, а потом берете произвольные кусочки, нужно вам в этот момент в порядке и их склеиваете. То есть, если нужно, значит… И так же люди клеили свои биографии, да? Например, как Дмитрий Константинович Киселев, который мог и на украинском телевидении там поработать, причем на вполне ангажированном канале. Потом, значит… То есть, в этом нет ничего… Вообще ничего зазорного нет. Главное убеждение – не иметь никаких убеждений. И уметь всегда из кусочков прошлого склеить будущее. Я когда формулировал это, я назвал это клеократией. Когда вот у вас есть… Петрократия там, да? Нефтяные вот эти государства типа… Ну, условно там, не знаю… Брунея, да? Бывает там клептократия. Часто называют Россию клептократией. Там ватеократия, Саудовская Аравия, например. А вот клеократия – это когда госпожа история является главным божеством. Не математика, не физика. То есть, не науки, обращенные в будущее. Не биология. А именно история. История является царицей наук сейчас. Вот вы даже будете смотреть, как вот сейчас реагируют на спецоперацию. Условно интеллектуалы, да? Ну, интеллектуалы обычно либо в Твиттере, либо в Фейсбуке. И там каждый выкатывает. Один выкатывает про то, в каком состоянии нашёл армию, приехав на русско-японскую войну, генерал Куропаткин в 1904 году. Досрать мне на этого генерала Куропаткина. Ребят, у нас другие генералы. Или другой пишет, а как вот штурмовали, условно говоря, вот как устраивали петергофский десант в сорок первом году, когда из Кронштадта пытались разрушить блокаду. Авантюрным способом послав, значит, там два человека остались. Звоёвывать петергофский плацдарм. Малоизвестный эпизод. Или Ржевская битва, да? И вот начинают мне выкатывать вот эти вот. Или я тебе Пушкиным, а я тебе Достоевским, а я тебе вот этой книжке по башке, а я тебе вот этой книжке. А вот тебе, смотри, Георгий Иванов. И всё-таки, ну это изысканно. Как это? И чернее быть не может, и мертвее не бывать, и никто нам не поможет, и не надо помогать. Эстет, эстет. Пока один там со своими последней, последней кишкой последнего царя, последнего царя удавим. Ребят, это школьная. И тут тебе очередной интернет. ТУСПИК! Георгий Иванов. 1930-й год. Изысканно. И вот даже люди, противники спецоперации, даже люди, которые, в общем, не могут просто ясно сказать два слова, даже находясь в Париже. Два ласковых слова. Находясь в Париже. Они Георгием Ивановым перепечатаны. Ребята, всё прошло. Вот это вся… То есть эта клеократия, она везде. Она как бы из государственной страны, но она из, грубо говоря, и со стороны оппозиции тоже. Ну не нужен мне сейчас генерал Куропаткин. Паш, тут есть бамбук. Да, так это тоже красновщина, потому что бамбука же не было. Это рассматривалось как дешёвый материал для строительства. Типа кирпичи природные. Конечно. Ну он, кстати говоря, стал сорничать. Если его посадить вот так просто, это вообще сорняк. Я никогда не видел бамбук, но её… Это трава, но это не самый толстый. Тут расписывают всё, видите, да. Но… Блин, прикольно. Да, я не был никогда в Азии, ни в Таиланде, ни вот-вот нигде. Ну надо, поехали. Зачем надо, если… Блин, прямо вот у члена я здесь сейчас стою. Ну посмотри. Нет, такая… Ну маленький, ничего. Но самое главное, что… Это же самая высокая скорость роста. До 100-110 сантиметров в день в благоприятных условиях. Сколько? 100-110 сантиметров в день. В день? В день. А это всё одно растение. Вот вся эта роща – это одно растение. Они все связаны корневищами, поэтому под ним практически ничего не растёт, он высасывает всё, все питательные вещества. Один корень? Ну одно корневище огромное, да. Роща, бамбук… Но оно типа протяжённо как тоннель получается, да? И если он зацветает, он иногда размножается семенами, то зацветают все абсолютно растения, и вся эта роща погибает. А как это выглядит? Он просто ссыхается, да? Он всё ссыхает и всё. Не доказано. Ну что якобы привязывали к ростку бамбука, там через челюстья какая-то прорастала, китайцы… Слушайте, и вот эти, честно говоря, вот эти крысы там в клетке на живот, чего-то я не очень это достоверно. Один-два источник. А как ты думаешь, будет спустя сто лет вот так вот нашу эпоху изучать и также не верить в изнасилование гантелей? Ну, как сказать… Если говорить серьёзно, то если будет доступ полный, то если эти менты показывали девушке эту сцену, то сейчас она сохранилась где-то. Ты веришь в это? У нас больше… А сейчас нет того, что нельзя было бы вообще поверить. В принципе, нельзя. Нет ничего, что нельзя было бы поверить. Например, вдвойников Путина, условно говоря. Вот какое-то время назад это казалось бредом. Сейчас это бредом не кажется, например. Ну, то есть это не выглядит бредом. То есть сейчас можно поверить абсолютно всё… Эпоху абсолютного постмодерна. Вот в своё время, когда к нам приходил Владимир Николаевич Сорокин… Ой, Владимир Николаевич Войнович приходил к нам на «Хардейс Найт» на «Дожде». Это был год, наверное, 14 или 15. А вот он совсем недавно… Ему бы исполнилось 90 лет. Он несколько лет назад умер. И мы у него спрашивали первый вопрос, который у всех был. Владимир Николаевич, вот зачем вы это написали? Вы это написали, а нам теперь по этому жить. Понимаете? Сейчас мы живём по Сорокину, допустим, по-позднему. Сейчас Сорокин издаст новый роман, мы будем опять жить по нему. Ну, иногда хочется сказать, не пишите больше, потому что… Это самое реализующееся пророчество. Не даром же Россия литература – центричная страна. У нас же главное… Сейчас вот горе в стране, мобилизация вот эта. Хватает людей. Ну, просто… Вообще, ну, такие некрасовские сцены, можно сказать, да? В рекруты… Бреют в рекруты. Ну что, это царская Россия? Бреют в рекруты, да? Ну, тогда нам 25 лет, честно, не знаю, до первой пули, да? Ну, это… Забрили в рекруты. Куча картин, да? Вот этих вот… Есть передвижников на эту тему. Но сейчас можно обсуждать, что происходит сейчас. Нет… Сейчас у… Все… У все стишки… Стишки публикуют. Стишки. Вся наша интеллигенция публикует стишки. Нет, сейчас не стишки, сейчас что-то другое надо. А… Нет, стишки. Мы вот литература – центричная страна. Тот звонок Черномырдина с Басаеву, когда вас… Ты это прям снимал? Ну, я вот так вот… Ну, так вот, да, стоял как-то… А он всех позвал… В кабинет же он не может позвать, там стол огромный. Поэтому он вышел в приемную, а там такой полукруглый стол, секретарский. И там городской телефон. У него уже нет городского телефона. Только вертухи у него. У него уже вертухи там только. А в приемной есть городской. Соединяли это по-городскому. Потому что в больнице-то в той не было вертухи. О чем ты думал, когда премьер-министр перед… Что он великий. Великий? Что он великий. Что ему не западло спасти людей переговорами? Да, потому что… Ну, понимаешь, да? Вот почему Шамиль Басаев говорил громче? На самом деле, это вот то, что мы видим – это одна треть. Потому что просто в рамках информационного сюжета. Тогда же так не было принято, что вот это стримы, да? А он же раза четыре выходил в приемную. Он туда уходил. Потом ему… Это тринога такой у него был секретарь. Он и сейчас где-то есть. С такими винтообразно закрученными усами, как сейчас у Чичваркина. Тринога за его стучит, значит… Игорь Степанович, вы ходите, кажется, идите. Жамиль… Вешали трубку… Ну что, мы этого не дали в эфир, потому что вырезали только там, где ему удалось соединиться. А да, это же было полчаса, просто… Ну это же какие-то линии АТС, что-то еще. Он терпеливо прям полчаса вот бегал. Он прям хотел. В чем великость, еще раз объясни. Что он переломил собственное величие. Это и есть величие. Что я великий пример великой страны. Сейчас говорю с этим вот… Значит, для того, чтобы спасти людей, говорю вот с этим уродом, не скрываешь, но с этим уродом, с этим террористом, говорю, потому что мне это важно. Есть подход, что так неправильно, потому что ты создаешь прецедент, и потом все так будут просить. Знаешь, это… Вот есть хорошее слово «диван» и «аналитики». И тогда они были, и сейчас они есть. Просто сейчас «диван» вышел в сеть. Да, только это подход руководителей государства. Государство… Мы знаем такое государство, Израиль называется. И Россия. Нет. Сегодняшняя. В то время такой подход… Да, было очень много критики со стороны Израиля. Потому что Израиль — это не подход. Ну, с другой стороны, Израиль на одного прапорщика меняет по сто заключенных, понимаете? Это не подход. Спасение жизни, кстати говоря, когда говорят, что Израиль ведет переговоры с террористами. Ну, может, прямых он и не ведет. Прямых он, может, и не ведет. Но вот вы же видели фильм… Как-то он назывался… «Осло» недавно вышел. Как раз про механику ословского процесса урегулирования. Как там норвежцы сводили вот этих евреев с палестинцами. Хорошее, кстати, кино. Люблю такую политическую драму. Изнанка такая. Все равно ведутся переговоры. Но они не ведутся напрямую. Может быть, в этом была ошибка. Надо было через кого-то вести. Вот знаете, сейчас говорят, о, ошибка там, да. Как у меня бабушка говорила, «Вы весь такой хороший, как будто у вас в жопе ватка». Ну, сейчас у всех белое пальто и в жопе ватка. Кстати, в еврейской традиции спасение жизни является главным. Сдаться на поле боя, чтобы сохранить собственную жизнь, не является преступлением. Поэтому на одном стороне было спасение людей, а на другой-то чаше весов, что было бы, если бы он не вышел говорить. Сколько народу он тогда спас, не знаю. Может быть, и много спас. И мы же дали выйти. Это памятник не столько там, ну, можно где угодно эти растения еще увидеть, там, не знаю, в Европе, да. Но это вот такая концентрация усилий, капитала, воли на совершенно неочевидных вещах, да, привезти вот Араукарию из Чили там, что, понимаешь, что это все сделано в очень короткий период. Вот все эти великие там парки, да, наши, 1800, условно говоря, там 90-й, 1905-й, может быть, там с перерыва, иногда без перерыва, и до 1913-го года. То есть, фактически, это 20 лет непрерывного прогресса. Там понятно, что там и расслоение, и там этой жестокости, и полицейский режим, там все это, конечно, было. И проигранная русско-японская война. Но, в целом, вот это осталось, например, половину Петроградской страны в Петербурге, в Северный Модерн, да, половину Риги, которая была частью Российской империи, юген стиль, вот этот Северный Модерн. В Москве все эти особняки купеческие, вся Спиридоновка, все вот эти мамонтовы, все вот эти, значит, эти... Да и коллекции, собственно, Мамонтова-Щукина. Те же все годы. Это все вот такой период. Больше такого периода не было. Может, еще где-то в 60-е годы, когда там был космос, ракеты. Ну, это уже все-таки не то. Это технологически. Почему не было? Ну, можно сказать так, либо воевали, либо готовились к войне, либо преодолевали последствия. Ну, трудно сказать, но именно вот это время такое очень короткое, когда вот расцвели все цветы, там, врубель, да, тот же самый, да, вот весь умещается практически в этот период. Все великие художники наши, вот, модернисты. Да. И вот эти все... Безумие. Это декаданс, безумие. Я не знаю, как это назвать. Ну, когда читаешь биографии всех этих людей, которые тогда собирали растения, в частности, думаешь, боже мой, это как это... И военная служба какая-то, и еще преподавал в генштабе, и занимался физической географией теньшаня, походя, написал три или четыре больших концепций эволюционного разнообразия растений, еще там основал ботанический сад, и все это умещается в сорок, сорок пять, пятьдесят лет. Люди долго не жили. То есть у меня вот пятьдесят пять, а у меня тоже такая жидкая биография по сравнению с теми людьми, которые вот моего возраста, которые тогда действительно творили, творили вот эту вот самую историю. Ты грустишь из-за этого? Ну, ну, как сказать, вот это такой пошловато звучит, как кем ты, где бы ты хотел родиться, когда бы ты хотел родиться. Ну, если бы я тогда родился в семье лапотного крестьянина, ничего бы не вышло. Общество было очень сословным. А предки мои были из еврейской бедноты, из-под Киева, из Фастова. Поэтому вряд ли, так сказать, тогда мне удалось бы выбиться в люди. Но, в принципе, да, это время какое-то удивительно плодоносное, удивительно продуктивное. Ну, ты рефлексируешь на этот счет, что тебе пятьдесят пять, а ты не всем доволен. Ну, не всем доволен. Просто ничего. Просто ничего. Потому что... Кроме того, что эти люди... Я по-английски, ну, как-то говорю, да? По-французски понимаю. А там вот четыре-пять языков норма, да? То, что фортепиано норма абсолютная. Конная выездка норма. Ну, а как они по своим этим самым... Через Гоби и Хинган, они как перемещались? А этих самых, что ли, на джетах? Вот. То есть это какая-то... Какая-то удивительная порода была людей. И время такое. Когда НТВ разогнали, ты рассказывал эту историю про то, как пришел Леонид Парфенов в кожаной куртке. Да. У тебя это вызвало там эстетический какой-то еще протест. Немножко напоминало даже. Да. И ты пошел... Кого? Комиссаров? Ну, их-то комиссаров, да. Вот. И ты перешел дорогу вместе с большей частью другого... И со своим портретом. Коллектива ты перешел, чтобы работать на шестой кнопке. Это всегда умело создавать картинку. Сто процентов. Ты перешел работать на шестую кнопку. Два дня, по-моему. Проработал два дня и вернулся. Тебя много раз спрашивали, почему ты вернулся. Вот. Ты, как мне показалось, когда я читал и смотрел, ты увиливал от ответа. Я не увиливал. Ты говорил не всю правду. Нет. Почему ты вернулся на НТВ? Смотри. Значит, там, когда мы туда все пришли, и я тоже, выяснил, что ТВ-шесть, что это фактически будет ТВ-шесть. Ну, база ТВ-шесть. Студии ТВ-шесть. Которая принадлежала Березовскому. Вот столько лет прошло, у меня даже какие-то могут быть аберрации, но точно могу сказать, что ТВ-шесть принадлежала Березовскому. А там был довольно большой коллектив народу. И что весь этот народ Березовский просто берет и под нас выгоняет на улицу. И мы как бы в чужую недвигу вселяемся. Ну, типа, вы ничем не отличаетесь от тех, кого выгнали… Ну, да. У тебя избушка ледяная, у меня лубиная. Ну, я… Я читал эту версию много раз. Так, а что версия? Ну, я слышал еще одно. Что ты просто боялся перемен, и даже как будто бы произносилась фраза, что я привык жить здесь, и я боюсь нищеты. Нет. Тогда, во-первых, никакой нищеты никто не боялся. Потому что на том берегу, там… Вот если вам здесь хлеб с маслом, то там хлеб с маслом и с икрой. А вам потом на это… Была же борьба еще за перетягивание людей. То есть многие умудрились получить кредитную квартиру в двух местах. Да. То есть здесь вам намажут джемом с повидлом, вам там намажут джемом бутерброд и икрой. А здесь вам намажут с красной, там вам намажут черной. Нет. Было очень много людей, я не буду их называть, которые играли на повышение. Ну, типа, на больше деньги приходили. Да. Давай объясним про кредитную квартиру. Я правильно понимаю, что Гусинский из своих сотрудников примировал тем, что он просто давал квартиры в центре Москвы… Нет, он не давал квартиры. Он давал деньги. Он давал деньги на них, и ты беспроцентно ему их возвращал со своей зарплаты. Возвращал. Таким образом, у тебя квартира на Тверской появилась? Ну, рядом с Тверской. Маленькая. Маленькая. Это какая? Ну, там, не знаю, может быть, метров семьдесят. Ну, маленькая. Ну, слушайте, по тем временам маленькая. Ну, слушайте, маленькая. И я последние деньги вернул, между прочим, в 2006 году, когда вот с НТВ уходил на Пятый канал. Вот. Тогда я последние, там, двадцать тысяч долларов, по-моему, отдал. Так что нет, все гладко, чисто. Ты помнишь свою зарплату на НТВ? Ну, они разные были. Ты же помнишь, что там вообще вот так доллар прыгал? Первая, наверное, была долларов пятьсот. Но это был девяносто третий год. Это были хорошие деньги. В момент, когда вы суперзвезды в двухтысячном? Около пяти, по-моему, что-то. Тысяч в месяц. В месяц, да. Ну, для ориентира, только сейчас не надо думать. Что можно было купить, условно говоря? Нет. А, сколько стоила квартира, допустим? Да, сколько стоила квартира? Вот эта квартира стоила сто двадцать тысяч долларов. То есть это две годовые зарплаты? Да, полностью. Ну, это вообще ни есть, ни пить, да. Для сравнения, это не потому, что какая-то социальная рознь или что-то еще. У меня родители в 2000 году, если я ничего не путаю, на двоих получали то ли триста, то ли четыреста долларов. Вот. Поэтому пять тысяч — это, конечно, космическая зарплата была в те времена. Ну, ты знаешь, были люди, которые… Копеечка-копеечка, я знаю таких. Это хорошие ребята. Но они прям вот не шоковали, и сейчас у них у всех там по… Ну, по этажу в Юрмале, по этажу дома, там, и таунхаузы или чего-то. То есть можно было это купить. Слушай, ну, вот вы швырялись же налево-направо. На что вы тратили? Ленин Парфенов это очень хорошо называет. Надеется икры за четыре предыдущих поколения. Вот мы же все выучивали марки. Там Канали, Роменежель Дезенья, Кромби. У нас же не было вообще… Мы были все в клеймах, понимаешь? Это, понимаешь, какой-то… Я любил очень акваску английский. Вот эти всякие консервативные джемперы, вот всё такое. Миссони, Канали. Тогда же не было мода на спортивки. Ещё. Это сейчас же и Гуччи стали делать спортивки, и Толь Чагабаны. Все делают спортивки. Я не знаю, и Сен-Лоран давно уже стал делать спортивки. Сен-Лоран, по-моему, кстати, делал первые спортивки. Вот. Ну, как… ну, мы же всё, это же всё надо же было. Потом это же покупалось всё… Ты же не мог купить это на распродаже. Ты же мог бы поехать на Севель Роу и купить это. Потому что понт. Да нет, ну как бы… ну, мы… А чёрт… осознанного понта не было. И уже тогда были анекдоты про галстуки, что смотри, какой у меня галстук за 600 баксов. Чёрт, дурак, что ли? Я за углом такую за 1200 купил. Вот. Нет, тогда уже это… Нет, это считалось… Мы очень консервативные, мы не… Это не было, как стразы, какие-то губы, вот это всё. Нет, это всё было дорого и консервативно. Это всё так выглядело. Какова судьба окулистиковая? Ты знаешь, он всю жизнь играл вот как-то с дьяволом в какую-то игру странную. Он ведь на самом деле из очень такой мидовской… мидовского окружения, из такой московской мидовской семьи. Он совсем молодым сопровождал чуть ли не Суслова, а он на самом деле довольно молодой. И он сопровождал кого-то из МИДа, Суслова или Громыка, везде в Вашингтон, сразу после МГМО. То есть, представьте, этот человек, который потом был шефом бюро «Радио Свобода» в Москве, пришёл к нам в НТВ с «Радио Свобода». Я помню сюжет, когда то ли Лёша Пивоваров, то ли Вадик Никок, кто-то в «Намедне» сделал сюжет про бизнес РПЦ. Это был 2002 или 2003 год. Окулистиков был главным редактором. И в сюжете… Сюжет он назывался «Естественная монополия». Тогда очень много говорили «Естественная монополия». И Михаилович говорит «Старячок». Берёт, посуму на дорогую ручку, понятно, что это паркер какой-то. «Ну, какая «Старячок» естественная монополия? «Сверхъестественная монополия», пишет «Сверху», значит. О-о-о! Ну, это круто. Он говорит «Не докручен у тебя «Старячок». Ну вот, ну вот… Я ж не прошу говорить «Мерзкие жабы». Ну, скажи так, чтобы все поняли, что они мерзкие жабы». Вот. И он жаловался часто. «Вот, смотри. Вот вы тут, Леня, и вы все воскресенья…» «Зовёте Русь к топору». А я всю неделю потом с ними пью. И у меня уже печень в субботу кричит. «Не надо». А я говорю «Пусть будет». Он, короче, из того поколения главных редакторов… «Русь к топору» — это на баррикады? Ну, типа, да. Что «Хава в режим», там… «Продай Россию». Вот. Ну, то есть… Он из той породы главных редакторов, которые, условно говоря, такие аджубеи, понимаешь? «Просвещенный эстеблишмент». А-а-а. Что, как бы, я их… Этим, он говорит, я их тут держу всю неделю. Потом говорит… И всё время щупает границу. Допустил его. Но это стало уже к второму сроку, после 2011 года, это уже стало слишком вольным, видимо. И он ушёл как-то очень тихо. Писали, что он ушёл из-за проблем со зрением. У него всегда были проблемы со зрением. А… У него была по этому поводу, естественно, шутка, что, говорит… У нас же в стране всё делают профессионалы. Вот я, говорит, телевидением руковожу. Говорит, я, говорит, слепой, фактически. А телевидением руковожу. Поэтому у нас в стране… Все же такие профессионалы. Вот безруким надо, значит, в станку вставать, там, без ноги на лыжах бегать. Вот я… Он такой юмор был всегда. Такой шестидесятельский. Вот. А он… У него всегда это не мешало бы совершенно. Просто я когда прочитал, что он ушёл из-за этого, и что прям там какие-то… Прям большие… Эти проблемы были задолго до… То мне показалось, что это прям библейская история. Нет. То есть человек, который в глаза людям заливал жесть и потом пропаганду, он… 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 Сам стал испытывать проблемы. Ну вот… Ты очень, конечно, категоричен. Ну… Жесть и пропаганду… А вот знаешь, как балансировалось… Где они? Прости, пожалуйста. Ну вот очень категоричен. Заливал жесть… В том числе… Жесть и пропаганды… Ага. Потому что, допустим, в ситуации… Когда вот… В восьмом году я вернулся из Пятого канала… Пришёл… В восьмом году… Дел там… На очень популярный проект и немножко работал с программом «Главный герой»… Ну вот с той дирекцией, которую Коля Кортозий возглавлял. Там-то был отвяз… Угу… Ну, относительный… Там тоже постепенно… У тебя от сюжета… От двенадцати минут оставалось… Сначала восемь… Потом четыре… А когда осталось четыре… Мы сами его снимали… Потому что в нём уже смысла никакого не было просто… Там уже просто пук в эфире… Вот… Ну… Короче говоря… Все постепенно, да… Собаки хвост отрезали по кусочкам… А чего собака… Ну, всегда выла очень… Когда ты сразу… Пришибаешь… Она даже не успевает вякнуть… А мы ж… Выли ещё всё время… Мы же ещё всё в Facebook носили, да? Вот… Ну тогда понятно… Что вы читали там пять человек… Ну всё… Всё наносили… И вот в десятом-одиннадцатом году… Всё же начиналось тогда… И вот с одной стороны была эта дирекция «Прайм»… Где можно было всё… А с другой стороны была криминальная дирекция… Вот эта… Где Малков там Лёша был… Юрий Шалимов… Вот где уже были эти все… Бу-бу-бу-бу… Окончательным расставанием… Вот как раз… Меня там выгнали… Не просто меня выгнали… Там всех выгнали… Конец одиннадцатого… Каким числом разорван контракт… Я не знаю… Наверное… Потому что снял сюжет про фальсификацию на выборах… Да… Он в эфир не вышел… Можно было меня и не выгонять… Ну… Сюжета не было… Там… Нет… Дело не в этом… Во-первых, мы на митингах светились все… Писали об этом в Facebook… Потом как-то… Ну, видимо… Не знаю… Может быть сказали какое-то… Владимир Михайлович, какое-то очень веское слово в «Газпроме» или в администрации… Что типа… С этими надо кончать… Растительная жизнь… Спустя время кажется такой, знаешь, программой… Очень важным символом времени… У людей в России наконец-то появилась возможность… Не у всех… Но у какой-то части… Появилось на своих участках сеять не только картоху… И огурцы, которые помогут в сложные времена… Которые у нас перманентно… А вместо этого наводить там красоту… То есть… Вот это был такой, знаешь… Гимн… Возникновению… Хоть где-то… Среднего класса… Который так и не возник… Ну, это был 2000-й год… Конечно, 2000-й год был… И… Идея-то рождалась… Долго и сложно… Потому что я бывал до этого… Ну, часто так получалось, что я в Англии бывал… И… У меня есть вторая профессия… То все свободное время… Я ездил по всяким имениям, поместьям, выставкам и так далее… И… Смотрел, естественно, когда в BBC там смотришь… Смотрел, что там дикое количество этих программ… Огромные рейтинги… В Англии… Более того, то есть если у нас… Мы говорим вот о дилемме картоха или… Там не знаю… Туя, да? То… В Англии так же, как в политике… Есть левый садовый и правый садовый… Серьезно? Конечно… То есть,用 правый садовый у вас будет за газоны… А левый будет за сорняки… И этот садовый обозреватель будет печатать колонки в «Таймс», А этот будет печатать колонки в «Гардиан»… То есть, там такой же спектр, как политический партий. А у нас там вечный Октябрина Ганечкина… Вот, со своим баклажаном… Ну… И хотелось как раз… Да… Значит, во-первых… Сама посылка… Она намножко ложная… Потому что… С чего мы начали считать, когда мы делали, значит, мы стали буквально в кадре считать. Себестоимость той самой картохи, выращенной на подмосковном участке, она, при тех даже ценах, она намного превышала розничную цену в магазинах. И плюс еще труд. Это иллюзия. Потому что вы просто медленно тратите деньги на удобрения, на бензин, если на машине ездить, а бензин дорогой, чтобы ее окучить. Не говоря уже о вашей рабочей силе. То есть, если даже из этой себестоимости, я не помню, сколько тогда в тех рублях-то стоило, но помню, что на треть превышало. Поэтому забудем про окупаемость подмосковного помидора и огурца. То есть это иллюзия. Потом потребительское вообще же потреблятство. Это же тогда Андрюш Лошак вышел с этим замечательным лозунгом. У него такой специальный репортаж называется потреблятство. Про консюмеристский бум. Консюмеристский бум, да. И люди стали все покупать. Все за любые деньги. Потому что оправились, во-первых, от шока 98-го года чуть-чуть. Потом все-таки глянцевая пресса стала проникать. Причем фирменная глянцевая пресса. Потому что если раньше это были какие-то такие журналы про все сразу, типа ОМП, там было все сразу. И про Вивьен Вествуд, и про гомоэротизм нацистской пропаганды, там жизненный цикл Синди Кроуфорд. Все вместе такое. То появлялись уже всякие журналы типа Эль, ВОК, ну как бы. Ага. И стало понятно, что вот все, во чем мы жили все эти середины 90-х, начало 2000-х годов, все это, все вот это, все лучше найдено сразу. В общем, это такая, я бы сказал, такие приграничные области Румынии. В лучшем случае. И у людей стал как-то проявляться вопрос, а как лучше? А как у них там? То есть как Элочка-Ледоедка стала интересоваться, как живет настоящий Вандербильдих, а не соседка, которая внезапно разбогатела. Вот. Поэтому появился спрос на качественный глянец. И таким, в частности, была программа на Меднии. Это субъечный качественный глянец. Да. И просить на жизнь оттуда уже? Примерно та. То есть это вот такая качественно, как можно качественно, и причем сразу была установка, что мы ориентируемся не только на местный рынок. Мы ориентируемся на мировые образцы. То есть мы всегда выезжаем в командировки, мы смотрим лучшие образцы там. У той же, условно, Англии там. Потому что Англия — мировая сверхдержава в области садов. Ту же Англию или там в ту же Италию — все это, значит, показываем, как это у них. Это твое любимое время в карьере? У меня карьеры-то не было. Я ж все равно думаю. Карьера — это когда-то вице-премьера, а тут что? Ну… Карьеры, стоп. Карьеры — это разве всегда статус или погоны? Ну, мне кажется, да. Камон. Почему? Ну или доходы. Так я не знаю. А не самореализация? Ну, самореализация… Нет, нет. Потому что, во-первых, тогда все равно… Там… Правой ногой я делал растительную жизнь или левую ногу растительную жизнь. А правой ногой я все равно делал сюжет в наметни. Потому что я все равно информационный человек. Нет, лучше всего, на самом деле, было на Пятом канале, как ни странно. Те самые… Два там с лишних года. Потому что мы сделали там кучу всяких документальных проектов. Там и… Там программа «Прогресс», там всякие познавательные… Куча была денег. Возможность командировок всяких. Чьи это были деньги? Как я понимаю, это были… Там сложный был переходный период. Как я понимаю, это были деньги уже Ковальчуков. Но… Это был такой странный период, когда Пятый канал перешел к национальной медиагруппе. Это был, по-моему, их вообще чуть ли не первый актив. Телевизионный. Сейчас у них понятно уже практически все. А… До мышей. А тогда это была какая-то сложная акционерная структура. Но НМГ пришло где-то в шестом году. Я помню, что у нас представителем совета директоров была Любовь Совершаева сначала. То есть та, которая потом… Ну, она вообще из группы этой «Оброс» Ковальчуковского. Вообще Ча Ковальчука просто. Потом Алина Кабаева. Но мы их не видели особенно. Вот эти два года… Было время, когда Ковальчук дал деньги, но еще ничего не контролировали. Не было аппарата контроля. И делали, что хотели. Аппарат контроля? Ну, в смысле, цензуры, принуждения, редактор. То есть, когда Лев Лурье, например, делает документальные фильмы, заказывает какой-то украинской компании на сложную тему. Как жил Киев при оккупации фашистской? Тогда были, кстати говоря, живые свидетели. Там, понимаешь, вот такое выходит. Ну и, конечно, там очень разные мнения. Не то, что мнения, очень разные свидетельства были. Или я сделал… Думаю, надо растительную жизнь чем-то… Как теперь… Ненавижу эти слова. Вот эти типа «в белом пальто». Вот эти выражения, которые бродячие. Типа «в белом пальто», «вишенка на торте». Вот мне хотелось чем-то… свою растительную жизнь в шестом году прерванную, чем-то ее увенчать. Надо сделать фильмы про три главных цветка, три главных овоща, три главных фрукта и три главных… Пшеница там, ячмень и фасоль или кукуруза. Про три главных злака. И ты все это сделал? Нет, вот про три главных цветка я сделал. А дальше на пятом канале произошло. Там все. А в 12-м там вообще город был закрыт. Ну да. И тогда интересно было… Мы, значит, тогда склеили две картинки. В 12-м году была инаугурация Путина. И где-то в это же время король сменился в Голландии. И, ну, похоже, как бы короля приветствовало, значит… Это на дожде. На дожде. И вот здесь все пустое, значит, едет этот катафалк, значит, вот все это… Торжественно печально. А там, значит, у всех… Оранжевое море. А там и оранжевые вот эти короны. Армин фан Бурон чего-то там ручками делает. Король в пледе выходит, там дочку поднимают. В общем, видно, что охранники у этого Вильяма покруче нашего ФСО. Там видно. Там такие рожи. Ну, потому что там видно по лицам. Их там штук пять. Ну, понятно, что если что, они перережут весь Абстрадам, если будет надо. Но их там пять. А иллюзия создается в какой-то близости к народу. И когда вот он хочет создать Путин, иллюзию в близости к народу, у него это очень фальшиво выходит. Типа как в Калининграде? Да. Что-то вышел такой, бу-бу, и все. Нет этого сродства, да? Вот при всем там, при всех недостатках Бориса Николаевича… Ну, видно, что… А я не помню, какая была мысль Шендеровича, что ли? Что в каждой семье должен быть такой пьющий дед. Он хороший дед. Он не злобивый дед. Он даже что-то может руками сделать. Он любит семью. Он очень верный такой. Ну, пьет. Чудаковатый. Баян возьмет. Вот бывает дед такой. А бывает такой зять. У него все всегда хорошо. У него и машина починена. У него и жена, и дети пристроены. И вот он не пьющий, и спортивный. Вот что-то не то. Вот что-то не то. Правда, это зять, конечно. Типич такой правильный зять. Он работает где-то в органах. Понимаете? Особенно никому не говорит. Или на каком-то военном предприятии. Вовремя уходит на работу. Вовремя приходит. Вот. Ну, это не русский тип. Не он, не русский тип. А вот Борис Николаевич русский тип. Ему многое прощалось, конечно, по этому. А Путину не может многое прощаться. Потому что он заявил о себе как о человеке чрезвычайно трезвом, расчетливом, прагматичном, здорово циничном. Ну, то есть человеку, который явно не сумасшедший. И поэтому сейчас это все необъяснимо. Ну, потому что вот этот вот буря и натиск, который сейчас демонстрируется, ну, полностью, это не Путин. Ну, только ты сказал, это не прощается. А кем не прощается? Разве люди... Ну, общественное мнение не прощается, я думаю. Ой, ну, потом общественное мнение... Ну, это серьезный разговор по поводу общественного мнения. Во-первых, у нас нет градусника, который можно этим замерить. Социология при репрессиях запрещена. Ну, она не запрещена. Она не релевантна, да. Да, потому что в Советском Союзе в 86-м году... А что, вот были опросы. Есть такой сайт замечательный, не сайт, а ютуб-канал Ленинградской телевидении. Кто-то выкладывает старые хроники. Из Москвы не так много из ТРФ, а вот Ленинградской телевидении... И там вот, а как вы... А я вот купил сегодня газету, я вот прочитал, а что... Генеральный секретарь ЦК КПС. Это 86-й год, там уже вообще полгода осталось. Там уже, что называется, уже все трещит, да? Никогда вы этого не получите. Да и никогда не было такой социологии нормальной. Потому что Джириновский, он всегда по опросам получал намного... На 3-4% меньше, чем по выборам. Потому что людям звонили по телефону, говорят, за кого будете голосовать? А что же бабулька там сидит днем на городском телефоне? Она что думает? Может, Ржека позвонили, ей пенсию не дадут. А за Бориса Николаевича? А сама пошла и за Зюгану или за Джириновского проголосовала. Никогда это не будет релевантно в несвободном обществе. В позднем Советском Союзе тебя пытались лечить от гомосексуализма. Расскажи, как это выглядело. Это очень смешно. Восемьдесят, не помню, это был шестой год какой-то. Пятый. Ну вот только в университет. Тебе 18 лет. Ну, значит, восемьдесят четвертый, наверное. Восемьдесят пятый, наверное, даже. В общем, короче, начинается такая либеральная какая-то фигня. Под названием «семейная консультация». И это вот такой знаменитый... Он, к сожалению, умер от коронавируса в декабре. 20-го. Лев Щеглов такой был. Лев Моисеевич Щеглов. Сексолог советский. И вот у них там появляется семейная консультация. Об этом везде пишут в газетах. Что типа, вот, типа, легальная сексология. Ну и где-то вслух проходит, что вот есть методики излечения... Весь мир гетеросексуален. Я понимаю, нет, у меня все в порядке там. У меня нет проблем, я, так сказать, с парнями там. И, в общем... Ну, понимаешь, есть ощущение, что ты делаешь нечто постыдное. Ага. То есть вот я понимаю, что... Я понимаю, что я не могу иначе, но я понимаю, что... Знаешь, как? Я грешу. Нет, я же не религиозный человек, но... Делаю нечто постыдное. Что так нельзя, нужно... Как все, да? И вот, значит, я туда прихожу. А ты сам пришел? Сам пришел. А, то есть ни родители заставили, ни школа, ни... Нет, ну что ты! Об этом вообще никто не говорил. Это была моя глубокая личная тайна. Ты что? Это все было, так сказать, абсолютно... Ну вот как бы... Ну не знаю. Тайна закладчика, который ходит, значит, их где-то под батареями что-то кладет. Или тайна, не знаю, террориста, который, значит, в свободное от работы время сочиняет бомбы. Это детский лепет по сравнению с тем, чем была тайна твоя ориентация тогда. Ты что? Тогда это на уровне суицида было бы все. И, в общем, короче говоря... А, прости, а ты пришел, чтобы попробовать себя починить? Починить, конечно. Ага. Тем более, что я на биофаке, ну как бы... Все читают Фрейда, все читают Юнга, да. А ведь, между прочим, ни у одного из великих психоаналитиков, ни у одного, нет понятия, что гомосексуализм, да, или гомосексуальность — это нормально. Ни у одного из великих-то девятнадцатого века. Поэтому, как бы, и мы это и читали. То есть я был один. Один и те случайные партнеры, которых я где-то встречал. Но со случайными партнерами никто не обсуждал, почему мы такие. Никто. То есть мы занимались делом, расходились. Ну вот, значит, он мне дает такую бумажку, просто бумажку. Она не пишет, значит, какой-то адрес. То ли улица Гагарина, то ли улица Космонавт, где-то на районе Парка Победы. Прихожу, там приезжают, сирень цветет, что-то весна какая-то. Там, значит, такая школа. Школьное здание. Два крыла таких, блок ВП. Вхожу, гардероб. Люди какие-то ходят. Психонезрологический диспансер номер 9, по-моему. Вот. Ну и, значит, прихожу в регистратуру. Паспорт, паспорт. Типа, я говорю, меня поставят на учет. И тогда, значит, она такая либеральная, что нет, на учет не ставят психиатрически. Это было очень важно. Это сейчас люди говорят, что у меня депрессия, у меня там принимаю препараты. Вот. Тогда признаться, что у тебя депрессия, и ты принимаешь препараты, это социальная смерть. Это просто социальная смерть. Или ты на учете в ПНД. У тебя не прав на машину, у тебя никакой работы не будет, ничего. Да? Просто ничего. То есть это глубочайшая тайна. Это как «я убил бабушку», условно говоря, допустим. Вот как, видите, на улице с плаканом «я убил бабушку». Примерно так. Нет, на учет не ставят. Типа, это экспериментальная методика. Это действительно была экспериментальная методика. Он там в регистраторе меня посылал такому доктору Аронову. Борису Саакычу Аронову. Он вообще такой настоящий советский психиатр. Еврей, седой, с усиками, в халате. Сзади него какая-то штука такая. На бутылку похожая. С грушей. Я не смотрю. А нельзя же спрашивать ничего. Это сейчас может человек присоединиться и сказать, ой, а что это такое? Здравствуйте. Все. Советская жизнь была страшно регламентирована. Поэтому сейчас эти совкодрочеры, которые сейчас говорят, ой, как все было хорошо, они видят только позитивную сторону, которая в советской кинохронике отражена. А ведь на самом деле ты должен был говорить, как положено. Вести себя, как положено. То есть вот так. Вот. Сидишь в этом, значит. Вот. Прислали ему какую-то бумажку из этих, из Рубинштейна, с моими показаниями первичными. Ну да, вот, значит, есть у нас аверсивная зеропия такая. Это выработка отвращения к гомосексуализму, то есть к тому, чем вы занимаетесь в своей сексуальной практике, в силу вашего извращенного полового влечения. Он только полностью смотрит. Ну, она будет заключаться в том, что вы будете рассказывать, у вас должно это все ассоциироваться с крайне неприятными эмоциями. Ну, сейчас меня на электрошок касается какой-нибудь, потому что уже фильмы тогда все смотрели, это «Гнездо кукушки» какой-то год-то. Все фильмы тоже посмотрели. Ну, сейчас все, мозги мне распашут. Ну, оказалось, что все очень просто. Я должен написать сочинение. Сочинение о моих интеркорсах, взаимодействиях. Ну, как бы, описать историю. Знакомились с парнем, мы куда-то идем. Ну, как говоришь, извините за выражение, у всех родителей дома. Никто не снимал. Девочки с депрессиями тогда не снимали квартиры. Понимаете, с собакенами. Все жили с родителями. Все звуки, все запахи. Ушко на макушке у всех. А кое-кто еще и в коммуналках жил. Поэтому все в кустах. В породниках. Появились только кодовые замки вот с этими, с цифрами такими. Мы очень многих замков подсматривали, как люди набирают, знали потом эти коды. И потом раз, приглашаешь там, причем, парня потрахаться, не просто в какую-нибудь засранную купчинскую подворотню, где воняет мочой и щами, а на Невском. Понимаешь? С выходом на крышу или на Петроградске. Потому что ты знаешь четыре вот эти цифры. Вот. Только так, а как? В гостинице Подушкин не было. А в Ассторию иностранцев селили, да и денег у нас на Ассторию не было. Ну, может, у друга кто-то уехал там. Родители тогда, там какой-то сейшн был. Ну, в общем, короче, редчайших это были случаи. Это как, знаешь, солнечное затмение. Или как Новый год. Только Новый год чаще. В общем, короче говоря, значит, вот надо было описать процесс какой-то, да, и, значит, отдать ему сочинение. А он концы переписывал. Я помню, что я написал один сюжет, потому что я жил за городом в Сестрорецке. И там вообще с этим было очень хорошо. Особенно летом. От Ленинграда до границы. Один сплошной пляж. Очень уютные дюны. Куча всяких кабинок для переодевания. Каких-то заброшенных, значит, этих самых корпусов, пансионатов. И там вообще было замечательно. Из города народ ездил только так к нам. Потому что, ну и что, и погуляли, и позагорали. Так, ты пишешь. Вот. Ну вот, что мы приходим на пляж, там заброшенный какой-то корпус, пансионат. Вот мы, значит, раздеваемся, там что-то еще такое. А он, значит, меняет сюжет. Значит, выглядело так, значит. Я иду по пляжу. Я иду по пляжу, окей. Навстречу мне идет матрос. Так, у меня, значит, истыковка. В Сестрорецке ближайший матрос находится в Кронштадте. Неглубокое море. Да, но откуда в Сестрорецке матрос? Понять довольно сложно. У нас есть пограничники. Но матросов у нас нет. И дальше там по морю у нас матросов нигде нет. Матрос только потом в Выборге начинается матрос. Матрос, за которым мы ездили, начинается в Кронштадте. Вот. Матрос. Ладно, матрос. Значит, мы приходим, все, а дальше... И вдруг дружинники! Облава! Картина, он говорит. А он в гипноз вводил, это читал мне все. А, то есть вводил в гипноз, конечно, я в гипнозе не был. Каким-то молоточком машет со страшными глазами. Знаете, как... Он был в этот момент похож на Сальвадора Дали на автопортрете. Усы агрессивно торчком. Белки вращаются, значит, как у собаки. Вот этой Андерсоновской. Спать! Спать! Смешной старый еврей. А если, значит, я сейчас не усну, это все... И у него методика провалится. Значит, дальше мне действительно голову порежут скальпелем. Или этим самым... Молоточками там будут меня бить. И я, значит... В гипнозе. И он мечтает с измененным концом. И идея была в том, что как бы у меня впечатывается в голову страшный конец. Он говорит, что мой гомосексуализм, он приведет неизбежно к каким-то репрессиям. То есть, и вдруг дружинники, они берут вас, и вы думаете, а что скажут в университете? А что скажут ваши родители? А если вы окажетесь в отделении милиции? Проснитесь! Думаю, ладно. Пишу другой рассказ. Через неделю или две проходит. Ну, как, у вас меньше стало тянуть? Да, конечно, гораздо меньше. А я понимаю, что я уже на этом крючке, потому что, если я скажу, что, а пошли вы все в жопу, то он передаст мои дела какому-нибудь уже менее, я бы сказал так, вегетарианскому психиатру. А тут уже начнет использовать какой-нибудь галлоперидол. Понимаешь? Черт его знает. Мы же теперь знаем про психиатрические репрессии в СССР. Может, я бы там и помер овощем в какой-нибудь тюремной психобольнице. Потому что я же понимал, что моя фамилия уже там. Ну, вот я все это изображаю. Второй раз, значит, опять я какой-то пишу рассказ, уже другой. Что где-то в Эрмитаже, ну, реальные рассказы. Встречаю там парня на какой-то выставке. Мы что-то с ним обменялись, там, какими-то, значит, мнениями каких-то там. Выставка моя великая тогда. То ли Питпендрян, то ли что-то еще обменялись. Потом посмотрели друг на друга, поняли, что мы друг другу нравимся. И, значит, решили прогуляться там от Эрмитажа по Невскому. Ну, и я рассказывал про этот подъезд, заменительно, с четырьмя гробками, которые у меня было. Вот, значит, мы взяли бутылку коньяка и пошли, значит, туда, значит, на крышу. Вы идете по Эрмитажу, а навстречу вам матрос. Я думаю, кто? Матрос. Матрос. Значит, ну, а дальше все, а дальше опять дружинники на крыше. То есть он подводил тебя к страху все время? Нет, к матросу! К страху в конце и почему-то с матросом. Ну, ладно, значит, потом дело кончилось хорошо, потому что я ему надоел. Он передал меня молодой стажерке. Я сейчас в Фейсбуке, мы с ней иногда переписываемся. Она в Париже живет, она психоаналитик в Париже. Она начинала психоаналитиком как раз там. Я там ПНД, Катя Голынкина, Екатерина Абельевна. Я говорю, забудь все. Все, говорит, иди отмечайся. Будешь отмечаться, у тебя галочка. Все, не ходи никуда. То есть он мастер сделал дело, передал у меня ученицам. Кате Голынкиной. Катя, естественно, сказала, старый пердон. Значит, все, никуда не ходи. Все у тебя нормально, с кем хочешь трахаться, с кем хочешь живи. Раз в месяц приходи ко мне, я тебе буду галку ставить. Ну, записывать, что-то там было, там в регистратуре, все. А потом тихо, тихо и сам посползем с этого учета. Либеральный человек? Абсолютно, просто. Нормальный человек. Вот. Так вот, по поводу матросов. Значит, я как-то дома встаю утром. Ленинградское радио работает, репродуктором. И там, значит, а сейчас что-то такое про блокаду Леонид... Ой, не... Как же Аронов? Борис Сакаевич Аронов. Леонид Борис Сакаевич Аронов. И начинает скрипучий голос, который я на кушетке слышал, начинает скрипучий голос. Думаю, вот мудак-то старый. Сейчас он, блин, пойдет про свое лечение гомосексуализм рассказывать. А это был рассказ о том, как экипажи первых подводных лодок с Кронштадта. Вот они там где-то, значит, после жуткого этих рейдов, они возвращались там. Смотри, что такое подводный лодок с 41-го года. И вот, значит, у них был психологический стресс, и он занимался их психологической реабилитацией. Их? Их. И я закокотал, как ненормальный. Мама не знала, что я хожу в эту... Я ей что-то сказала? Я понял, откуда взялись матросы. Из 41-го года, когда Борис Исаакович Аронов был психотерапевтом на Балтийском флоте. Поэтому он в каждую мою гомосексуальную историю вписывал матроса. Я, когда в первый раз об этом рассказывал, я себе не поверил, честно говоря. Я подумал, что я что-то придумал. Я написал Щеглову. Он сказал, да, все так. Он на меня за ногу хватал. У него были матросы в 41-м году на Балтийском флоте. Он мне своих матросов вписывал. А ты думаешь, у него матросы были не как пациенты? И как пациенты, я думаю, тоже. Ну а чего он мне в каждую историю матросов-то вписывал? Ну, может, просто опыт. Почему ты сразу в гомосексуальности подозреваешь? Не знаю. Кино много смотрел на эту тему. Кэррель, например. Я слышал историю про тебя от сотрудников «Дождя», кажется. Когда-то у тебя был бойфренд из силовых структур. То ли ФСБшник, то ли полицейский. Есть. Из того самого второго оперполка, который всех хватал на этом самом, на Болотной. Так, секунду. Сначала история, потом то, что сочешь нужным, расскажешь. И у тебя бывал диалог с коллегами, видимо, по «Дождю», которые спрашивали, «Павел, как можно иметь отношение с палачом?» А ты им отвечал, «Палач-то палач, зато какая секира». Нет, слушай, это слишком пошло. Я так, нет, ни в коем случае. Во-первых, ну нет, ну как-то… Мне люди как бы уручались что-то делать. Нет, нет, не на что. Это народное творчество наросло. Нет, во-первых, парень-то… У меня был до второго оперполка, его многие знают, кстати. На «Дождю» он часто к нам приходил. Ну и вот до самых Болотных. Среди силовиков есть геи? Есть, конечно. Почему даже силовики ничего не могут сделать для того, чтобы геи систематически в России не поражались в правах? Ну, во-первых, сделать что-то могут законодатели, да? И мы знаем, что количество геев среди законодателей, оно, думаю, даже превышает некое среднее число по стране в процентном отношении. Мы знаем даже, что некоторые очень высокопоставленные законодатели, мы о них очень много знаем, да? А в Советском Союзе, думаю, этих не было? Среди силовиков или среди коммунистов? Говорили даже о Суслове, например, который вообще был главным идеологом Советского Союза. Ну а потому что долг превыше всего. То есть я здесь с вами разговариваю не как женщина, а как коммунист, да? Или я с вами здесь разговариваю не как гей, а как ответственное лицо. То есть, а потом уже это как бы патрицианство. Нам можно все, им нельзя ничего. Павел Лобков и харассмент. Про это было известно давно. Все, кто с тобой работал и на НТВ, и на Дожде, регулярно рассказывали вещи, что ты, имеется в виду сотрудник редакции, можешь сидеть за столом, и ты парень, сотрудник редакции, можешь сидеть за компьютером, и мимо проходит Павел Лобков, который может начать тебе делать массаж. Да, и могу сказать «Привет, мой маленький медвежонок». Да, еще ты использовал слово «медвежонок», который адресовал всем симпатичным тебе парням. Всяким разным, да. У тебя там даже какие-то градации какие-то были. Да, медвежонок, личинка, помню там еще какие-то были. Так, вот, кого-то ты мог ущипнуть или потрогать за задницу. Ну, потому что слишком. Слишком? Конечно. Ну, задницу, вот что. Ира, я вот далеко сижу, я могу тебе показать. Ну, покажу сейчас. Так, значит, во-первых, трогать можно за битку. Так. Типа «О, привет, качок». Это бицуха, так. На бицуху битку помацать. Так. Ну, это все, ну, как бы, вот, я показал. Ну, я понимаю, что сейчас это преступление. Я сейчас практически сознался. Вот. Но вот я, во-первых, исполнился… Я за правой потрогал? За правой, все правильно. Вот. Ну вот, исполнилась, во-первых, мечта моя. Захарасить. А потом, понимаешь, тут… Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри. Окей. Смотри. Дай секунду. Объясни, кто не в курсе. В 2020 году уже было несколько свидетельств того, как ты людей пытался… Ну, короче, когда ты приставал к людям, тогда, когда они уже всячески показывали, что нам это не нравится. Подробные свидетельства, в том числе, как ты, там, с моста, который идет с Красного Октября на этот, на… К храму Христа Спасителя уговаривал стажера сотрудника телеканала «Дождь» ехать к нему домой, чтобы там продолжить общение и все остальное, хотя он всячески показывал, что ему не нравится. Почему так происходило долгие годы? Происходит ли это сейчас? Значит, сразу внесу некую ясность, да? Значит, в 2020 году появилось много свидетельств, некоторые из них были фантастические. Во-первых, что было за контекст? Ну, тогда скучали все очень сильно. Ну, этот коронавирус, там все скучали очень сильно. И в твиттере придумали разные интересные темы, которые можно пообсуждать. Например, харассмент был везде, там в спорте обсуждался харассмент, в офисах. А есть ли среди либеральных медиа, в либеральных медиа есть ли харассмент, да? То есть не претворечат ли вы себе сами, произглашая либеральные ценности из другой страны? Там было очень много всяких разных, в течение нескольких дней. Девочки в основном, да, рассказывали про мальчиков. И вдруг, значит, мне с утра звонок. В шесть утра, в семь. Ре новости, не рее новости. Комсомольская правда. Знаете ли вы такого Сашу Сырникова? Просто комсомольская правда. Убили, не убили, я такого не знаю. Вешаю трубку. Потом, значит, залезаю в твиттер, думаю, что тут надо посмотреть. Вы считаете, что я в четырнадцатом году, то есть до этого, где он был шесть лет? За шесть лет до этого описывается некая сцена, причем я его не помню. Оказывается, фамилия у него другая. А Сырников – это его псевдоним. Скрыльников. Скрыльников, да. Я даже его, честно говоря, не помню. Вот не помню. Но, в принципе, вот чтобы я уговаривал пойти домой к кому-то, я, честно говоря, особенно не помню. Вот, короче говоря, грешно. Я забыл вообще этот эпизод. Ну потому что я мог вполне… Во-первых, это была программа, которой было очень много разных и конкурсантов, и стажеров. Причем их судьба от нас никак не зависела. Что важно для юридического понимания харассмента, потому что их судьба была исключительно в руках зрителей. То есть зрители голосовали, кто там остается, кто там выбывает в каких-то таких кастинговых конкурсах. Был ли он или нет, я, честно говоря, не помню. Вот не помню. И с тех пор я его не встречал. Потом там пошли какие-то другие вещи уже совершенно криминального толка, что я перед кем-то махал там членом. Ну, при всей своей наглости я человек довольно застенчивый. Не слишком хорошо оцениваю свои, в общем, качества, чтобы так уж, чтобы кто-то заметил, что я чем-то большим машу. Вот. Кроме того, значит, я кому-то подсыпал снотворное. Вот уж, ребята, правда. Там уже пошли анонимы такие, там уже пошел полностью такой молот ведьм. Вот. Ну, единственное, что действительно было обвинение такое, где возможно, действительно я… Ну, во-первых, давайте посмотришь… Это какое? Вот, я имею в виду Скрыльникова. Угу. Угу. У меня пока одно обвинение более-менее похоже на правду, более-менее, потому что я чего-то не помню. Ну, смотри, что он говорит. Он… Да не читал я все это наизусть, я знаю. Лез ко мне целоваться, когда трогал мои руки, говорил, что я накачанный. Конечно. Звал домой и пытался убедить меня в моей ориентации. Вот я не… вот… вот я показал все, что могло быть, и весь мой харассмент, который мог быть. Угу. Вот… 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 вот такой харассмент. Ну, за две руки мог схватить. Слушай, пойдем потусуемся там, ну, что угодно в клуб пойдем. Ну, да, не хочу. Ну, нет. Ну, в конце концов, он же не пишет, что я его, не знаю, там… огромными своими руками скрутил, повалил там и что-то еще с ним сделал. Ничего подобного. Просто я, конечно, понимаю, что по отношению к новой этике, в новой этике не существует… А. Принципы доказательности. То есть если тебя обвинили, ты не можешь отмазаться. Вот Кевина Спейси доказал, что он не виноват, его все равно никто снимать не стал после этого. То есть ложечку не украл, а садок остался, да? То есть презумпция виновности. Всегда в новой этике. Второе – обвинение зачастую может быть анонимным, а доказательство должно происходить от первого лица, то есть есть неравноправие сторон. Третье – суд осуществляется не органами, то полномоченными типа суда, а общественным мнением. Исполнительным решением должен являться работодатель, который должен лишить меня контрактов и уволить. И реабилитация невозможна. То есть все противоречит простому римскому праву. Новая этика построена на других законах. Поэтому, я думаю, моя версия, что ли, такая. Действительно, в четырнадцатом году, да, действительно, были совершенно иные критерии харассмента и близости. Я же говорил вот о поколении снежинок, которым сейчас очень тяжело вот с этим совсем, с этой военной операцией. Эти люди очень ценят себя. Они выросли в состоянии абсолютной телесной непрекосновенности. Их никто не... В редчайших случаях там, и это тоже сейчас обсуждается, их били по попе родителей один раз. Они не знали телесных наказаний. Они не знали никакого насилия, да. И им сейчас ужасно тяжело. Ну вот в четырнадцатом году, да, то есть в каждом времени есть свои критерии, что называется. Ну что, где проходят так называемые красные линии. Я могу сказать, что не в девяностотом году, когда я там... в девяносто третьем, когда там можно было... Там, условно, схватит заметку, сказать, быкич классный такой. Или там каком-то еще. Не в девяносто четырнадцатом таких жестких критериев, в общем, не было. Ты так говоришь, как будто, что люди... ну, люди ценят себя и не привыкли... Это хорошо. Да, ты говоришь, как будто про что-то плохое. Ты считаешь, что это плохо? Нет, я не считаю, что это плохо. Но есть еще одна вещь, которая отличает новую этику от юридического процесса. Это то, что задним числом работает обвинение. То есть мы сейчас судим о событиях прошлого по сегодняшним нормам, даже если они изменились. Я ничуть себя, так сказать, не оправдываю. Я, конечно, поступал неправильно, нарушая телесные границы. Но телесные границы тогда проникали... пролегали немножко, грубо говоря, правее. Просто мне тоже очень нравится история, когда человек спустя много-много лет говорит о том, что с ним нечего... его кто-то там, не знаю, посмотрел с сексуальным взглядом. Или там, положил руку на грудь или на плечо. Я не знаю, какого пола. Потом я думала, что это норм. Потом я пошла к психологу, он мне объяснил, что это не норм. И тогда я решила об этом написать в Твиттере. А теперь девочки, кто еще имел с ним отношения, давайте выскажемся. Вот такой был механизм тогда, в двадцатом году. Не знаю, как он... я, честно говоря, не помню Сашу. Искренне... его искренне жаль, что это нанесло ему такую травму. Я действительно... мне очень неловко, я готов извиниться. Я извинялся уже перед ним. Но я, честно... ну, я не помню, какого... Ну, возможно, у меня только кожа толстая. Я не чувствую этого. Возможно, тогда он это не почувствовал. Он почувствовал эту травму шесть лет спустя. Я... с ним вместе ее синхронно почувствовали десятки других людей. Тебя не уволили после двадцатого года? Нет, потому что Наташа Сидеева так за меня вступилась, да. А ты изменил поведение? Ну да. В принципе, вообще все изменили поведение. Мы теперь не то, что... если ты помнишь двадцатый и двадцать первый год, то мы не то, что руку... там вообще на работе никто не появлялся. Просто все в масках и по домам сидели. Поэтому... Не, ну контакты все равно были и редакции собирались. Нет, ну... Сейчас ты можешь помассировать кого-то или взять, как ты сказал, забиток? Забитку. Забитку. Взять забитку кого-то. Ну я же сейчас только что взял. Но ты сделал это в рамках шоу. Это потом надо доказывать, нужно будет. Давай, давай, смотри, давай как бы за... Вот просто свой личный опыт я скажу. Просто не чтобы твоим адвокатом сработать, а просто наблюдение. Не нужно быть адвокатом. В 2017 году я тебя впервые увидел на «Дожде». Я пришел, спортивную программу Леха Андронов делал с кем-то. И ты пришел как-то познакомиться. И в целом, не то чтобы ты массировал мне, но, скажем так, дистанцию ты не держал вообще тогда. Я это заметил. И мне интересно было за те два дня, что мы тут тусуемся, какое будет твое поведение. Мне показалось, что оно совсем другое. То есть ты ни разу, скажем так, моих или личных границ кого-то еще не нарушил. Это... Почему? Потому что ты с этой изменилась? Ну, во-первых, давай так. Вообще изменилось все. Вообще все изменилось. Я же тебе говорю, что... Я вообще сейчас мало чьи личные границы нарушаю, даже если кто-то очень захочет. Потому что настроения нет. Вообще никакого веселиться. Веселиться вообще никакого. Не хочется бухать там, не хочется танцевать. Вообще много чего не хочется, понимаешь? Ну, ты представляешь, 17-й год. А потом мы же из какого-то трейлера пришли, где мы все там друг другом на бродершафт там выпивали. Мы же там еще... У нас же летучки в пивнухе были рядом. В 17-м году. А. Конечно. Мы же все по очереди ходили пописать в эту самую туда. Где, собственно, я тебя видел. Мы же ходили пописать. Потому что там трейлер такой стоял, пивной, во дворе. В дождя. В дождя. Это внутри была редакция, Паша? Я говорю, и мы в редакцию ходили по очереди пописать. Мы же весело жили. Много обсуждалось твой ход из дождя. Ты поругался с Тихоном Дзитко. Мы не нашли общий язык. Да и до этого я уходил там. Не будем на этом... Наташа замечательная. Наташа гений, понимаешь? Она гений, она над эпохами, над этими самыми поветриями. Да, ведь когда-то, между прочим, ярость диванных белопальтошников была направлена на людей, которые позволяют себе ездить в транспорте без маски. Да? Где... Верните мне мой ковид, это называется. Теперь, да? И вот Наташа всегда была над этим. Вот над этими текущими, так сказать, вещами. И... И поэтому она гений. Можно было уйти и вернуться. Когда ваш конфликт, из-за которого ты в последний раз уже финально ушел с дождя, разгорался, у тебя были публичные выступления, ты там личные переписки публиковал, просто какие-то характеристики отпускал. Эти выступления ты делал, когда был трезвым? Да, конечно. И таким, и так по-всякому. Когда человек плох, он ведь разные вещи делает. Он ведь не идет в смузи-бар заказать себе смузи из сельдерея со шпинатом. Правильно? Ну как обычный человек? 67-го года рождения. Он что делает? В смузи-бар идет? Или послушать симфонию Малера? Я не знаю таких людей. Ксения Собчак, когда вписывалась за тебя по поводу истории с харассментом, говорила, что Павел Лобков может быть кем угодно, он там алкоголик, запятая кто-то угодно еще, но не насильник. Ты алкоголик? Нет. Я бытовой пьяница. Что это такое? Ну, значит, отличие очень четкое. Вот смотри, у меня был оператор один, алкоголик настоящий, причем из бывших военных, то есть такой прям, который, я думаю, тебе знаком такой тип. Мы поехали в страну под названием Йемен, а сейчас у него поехать уже невозможно, потому что страны, по-моему, уже фактически, как государство ее, по-моему, не существует, но тогда это было короткое время между какими-то войнами. Поехали в Йемен, на Сокотру и три недели, а страна вообще не пьющая, то есть вообще. Вот, и на четвертый или на пятый день он поехал, там у Йемена такая граница с Оманом, Оман, Саудовская Аравия и Йемен граница. Эмпти-квартер. Пустой, 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 пустой четвертый. Самый в аравийском полосе, самая такая жопа. Вот, и там какие-то контрабандисты, что-то по 800 долларов за бутылку продавали Red Label. И он на машине ломанулся через всю страну. За вискарем. За вискарем. Вот, или, значит, вот понимаешь, вот, то есть алкоголик должен, вот, ты меня пока не спросил, я о водке не думал. Ну, я сейчас буду думать, выпить, не выпить. А, честно говоря, вот, вот в том же Непале, например, когда я попаду в рай, а я в него попаду, я думаю, кого я увижу в раю? Там Аристотеля, Платона я там увижу, Индер-Уганди, Махатму-Ганди, может, Путина встречу там. Я понял, нет, я там встречу миллионы непальцев. Потому что они, А, не пьют, Б, не курят, В, соблюдают семейные ценности и Г, не едят мясо. Ты понимаешь, что они все в раю. Я оказываюсь в этом живом раю. И меньше всего, о чем я думаю, это выпить. Понимаешь, до 2 месяца. И вот это четкий вообще такой критерий у очень многих наркологов. Когда делится бытовой пьяница от алкоголика. Алкоголик не может не употреблять. А у тебя зависит от контекста? От социального контекста. Как часто ты пьешь после начала войны? Бывает. Но ты знаешь, в компаниях мало. Потому что сейчас вообще как-то люди, все мои компании, они в основном все уехали. Бывает, что прям вот сто грамм надо вот прям выпить. Причем так, на улице, вот так, знаешь. Именно так, чтоб противно было. На улице? Угу. В барах, знаешь, мы как-то по барам перестали ходить. Как-то вообще перестали ходить. А как? Ты идешь, просто покупаешь и… Да. У меня в двор прекрасный там все. Булька, все. Забыла. Бывает, хочется просто… Хочется, но… Я не могу сказать, что я как-то… Нет, вот рюмку выпить. Рюмку иногда прям очень надо. Ты как-то говорил, что ненавидишь зеленых. Ты считаешь, что зеленые — враги прогресса. Я ненавижу… Не то, что ненавижу, я не люблю сектантов. Потому что, когда это приобретает форму религии, это часто приобретают. Ну вот, например, смотри. Сейчас самый такой тренд во всем садовых делах — это что… Вот мы все сажаем, мы делаем парки, мы строим города для себя. А мы не хозяева природы. А хозяева — это пчелы и жуки. Они не живут в газонах. Это недружественная среда. Потому что мы косим газоны и жужжим. И кроме того, там слишком маленькая полоска, чтобы они там жили. Поэтому пчелы вымирают. И вместо них нужно сеять поля сорняков. И в этом году вот вокруг Тауэра Вейсрофа обсеяли сорняками, например. Где был всегда самый… Ну, может быть, один из самых английских из английских газонов, что это Тауэр. В этом году там сорняки. Вот я, честно говоря, эти все… Ну, как… Это все анекдотично становится, конечно. Когда вот это все приобретает характер… Ну, знаешь, то же самое, наверное, когда… Вот каминг-аут за каминг-аутом. Там все небинарные персоны. В этом, мне кажется, много идеологии и много… Ну, я чувствую в этом какую-то фальшь. Я не знаю почему. А связь с сорняками я не уловил. А в сорняках живут жучки и пчелы. Так. То есть мы делаем дом для жучков и пчел, а не для себя. Это модно. Поэтому сейчас все модные заведения ликвидируют газоны и сеют сорняки. А все модные люди говорят, что они небинарные. Ну, это примерно так же противно, как традиционные ценности. Когда нам объясняют, что там трое детей, баба в платке с плугом и так далее. Но ты говорил, что зеленые тебе нравятся, потому что… Ну, типа отсутствие испытаний на там мышах лекарств… Ну, это отдельная история. Это история уже чисто научная. Я говорю пока про идеологию, а это история чисто научная. Потому что когда говорят, что эта косметика не испытана на животных. Ага. То есть, когда мне говорят, что это экологично и это не испытано на животных… Я лучше возьму то, что испытано на животных, а не на мне. Вот-вот… А говорят же еще, что заигрывание там Германии с зелеными привело к тому, что они все АЭС закрыли. И в итоге… Ну, это мы видим вообще сейчас… Все подсели сейчас на… …на… Да, и в результате они будут сжечь уголь, который гораздо менее зеленый, чем что-либо. Потом это привело к возникновению очень неприятной вещи. Ну, как всегда, когда появляется какая-то индустрия, появляются паразиты. Это касается и криптовалют, это касается и манипуляций с акциями. Появляются деньги, появляются фальшивые монетчики, да? Появляются зеленые технологии и экспертиза углеродного следа. То есть, когда каждый продукт… Мы оценим, сколько было выброшено углекислоты при его производстве. И называется это углеродным следом. И там, в зависимости от ранжера, получают разные ранги. Там очень зеленые, не очень зеленые. Ну, вот смотрите, вам в Германию, у вас дом в Германии, допустим, вам привозят солнечную батарею. Все замечательно, дети щебечут, пчелки в сорняках летают. Значит, вы ставите эту чистую, кремниевую батарею на крышу и получаете зеленую энергию от солнца. При этом зачастую вы не учитываете… Где-то там далеко, в Китае, работает завод, который на угле. Там печи, где этот кремний топится. Да? Мы не видим этого, что там выбрасывается. А без него ты не сделаешь эту батарею? Ну, конечно, не сделаешь. То есть тебе в Германию приходит такое все чистенькое, а что там у них, что там происходит, мы не знаем, да? И поэтому сейчас уже для борьбы с этим вводятся процедуры тотального зеленого аудита, когда исследуется вот прямо вот от первичного до последнего стадий. Потому что это называется «гринвошинг». Как бы вы отмываете, зеленая отмывка. То есть вы как бы отмываете технологию. Вы говорите, что она чистая. И жулики всегда на любой идеологии наживаются. И на коммунистической, и на зеленой, и на любой. После ухода с дождя ты несколько раз постил, что предложить какую-нибудь работу, потому что там есть расходы, сиделка для мамы и все остальное. В итоге ее не нашлось? Ну почему? Вот Непал нашелся, например. Ну я, во-первых, у Пивоварова сделал два больших репортажа. Почему не пошло дальше? Про борщевик просто отличный выпуск. Посмотрите вот здесь. Ну как? Понимаешь, у Леши нужно быть как часы. Там нельзя говорить лишних… Это машинерия. Понимаешь, я, честно говоря, до того даже, как что-то с Лешей делать, я удивлялся той продуктивности. Ну, твоей тоже, но у тебя все-таки интервью. Понимаешь? То есть мы приехали, поставились, и, грубо говоря, этот хронометраж у нас есть. А там же из маленьких эпизодов, репортажа, на каждый эпизод, любой человек, который имеет отношение к любой логистике, к путешествиям, гостиницам, не обязательно к телевидению или к радио, любой человек понимает, что это каждый выезд, это нужно… А где машина? А где жить? А где спать? А что есть? А придет ли А в точку Б или Б в точку С? А обычно никто не приходит с первого раза. И вот это все, куча этого мусора, который вы не видите, и слава богу, телезрители не видят никогда. И вот это все, когда в грамм добычи в год труды, и он каждую неделю это производит, я потом буду встать на колени, думаю, вот стану частью этого. И выяснилось, что я частью этого стать, в общем, не могу, потому что у меня все время приходят какие-то новые идеи, допустим. А нужно, чтобы вот ты четко написал, Кали, вот эти эпизоды, которые у тебя будут, и четко их отрабатывал. Там же еще была вторая линия. Мне сказали, что я развивал свой YouTube-канал. Но я не знал, что на десятом выпуске, практически без раскрутки, с небольшой, я не буду называть их фамилией, я должен был заработать, что у меня должно быть 300 тысяч просмотров. Не знаю, это реально? Ну, с такой раскруткой, где тебя только один раз вспоминают в основном выпуске редакции, что есть вот YouTube-канал, под названием «Моральный камертон». Под названием «Моральный камертон», когда ты набирал 60-70. Да, а отдельный YouTube-канал тебе помогал делать редакции? Нет, это были отдельные люди, и это был отдельный инвестор. То есть это было независимо. Это было, конечно, под патронажем, но это не было такое, что это общее производство. А это агентство Carrot было? Агентство. Вот. И потом уже я выяснил, вы не добирайте цифры. Я уже там из кожи вон лез, мне никто ничего не говорит, что надо, куда не надо развиваться, что может, что нельзя. Ну, в смысле, в каком направлении это будет популярно. А KPI не вышел. Ну, не вышел KPI. Вообще Москва постоянно делает у себя фонд для Инстаграма. То есть это не город для жизни, а это город для инстика, для фотки. И Леша говорит, надо делать проект «Редакция наука». Ну, я думаю, вот я буду как этот блогер сидеть. Всем привет! Английские ученые показали, что скворцы в неволе. Бля. И вот я на склоне жизненного пути. Буду про английских ученых и про крыс в лабиринте. про звуки неземного разума за три рубля в час. Понимаешь? Вот это все, это компиляция. Ты видел это научные блоги? Ну, в основном, это же слезы. Я знаю только Женю Тимонову, нормальную. Вот она держит мыша ушастого и говорит, вот у мыша уша. Вот посмотри, мыша, покажи уша. У, какой мыша, какой уша. Я понимаю. То, что растит ты жизнь, тому я могу… Вот, вот, ты знаешь, фигу, ты видишь, да? Вот ты иудей, съешь фигу. А ты оскоромился, потому что внутри насекомое. Понимаешь? Потому что фиги опыляются насекомые. Да. И жир. Понимаешь, оно должно быть… Что-то новое ты должен создавать какое-то. А вот эта компиляция из… Посмотрите, что британские ученые там, да? Это ты сейчас рецензируешь «Редакция наук», которая находится? Те блоги, которые существовали к этому времени. А, ага. Я подумал, что это неизбежно выразиться в… Есть ли жизнь на Марсе, понимаешь? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли… А потом я смотрю, какие там все-таки должен быть современный блогер. Ну, либо это должен быть там спортик типа тебя, либо, если говорить о науке, это был словесный харассмент. А ты смущаешься? Слушай, ты так сексуально смущаешься, я тебе честно хочу сказать. Ну вот смотри, да? То есть кто должен быть так… Я смотрю, что все научные блогеры – это такой другой тип сексуальности. Мужской. Потому что блогер должен быть сексуальным, конечно же. Правда, вот я посмотрел на… Вышедший недавно этот Хованский, я, кстати, не думал, что он такой энциклопедически образованный, в общем, достаточно… очень глубокий человек, я его как-то ни разу не смотрел. Ну вот как бы антисекс такой, то есть пивное брюхо, там вот эта вся вот эта тупловатость. Ну, как я понял, все-таки блогер должен быть… который хочет привлечь. Я такой специалист-блогер. Мой рекорд там… 85 тысяч… в этих неудачах… Пиловаров – спортик? Вот, ты знаешь, я не могу понять загадку. Пиловаров – он не очень… он меньше всего вызывает ощущение, что вот он секси, понимаешь? Он такой правильный. Не думал ли ты, что вся твоя типология, она родом из какого-то телевизионного прошлого? Когда всякое начальство, что на радио, что в телеке, мерило форматами, типажами и всем остальным… Не знаю… А почему тогда я не типаж Ютуба? Я не знаю. Значит, чего-то я не чувствую этой струны, понимаешь? Значит, тут тоже ведь не все описывается законами. Есть какой-то… Сейчас все любят это слово «вайп». Что такое «вайп»? Это ничего нельзя описать словами, да? То есть, какой-то дух, как мы раньше бы сказали. Дух-то, да? И вот я смотрю блогеров техноучных, они все такие, знаешь, другой тип сексуальности, типа вот этот умница Уилл Ханкинг. Знаешь, такие вот в очочках, но при этом такой как бы… пацанчик, да? Я, может, в это не попадаю. Я во что-то не попадаю. Ну, как… Человек играет фальшивый, ты не можешь ему сказать… Специалист ему скажет, спутал «фа минор» с «до мажором», там, да? А человек просто слышит, медведь на ухо наступил. Значит, меня в ютубе медведь на ухо наступил. После этого я стал, знаешь, грубо говоря, перелистывать. Чего я кому еще не продал? Какую идею? Что это продал? Сработало, это продал, сработало. Какую еще идею не продал? У меня была давняя идея, очень давняя. Не помню. По-моему, она с пятнадцатого, шестнадцатого года. А здесь… Вот у нас есть история русской науки, да? Условно… Циолковский, Менделеев, тот самый, кто еще там… Вот эти слезы по Ландау необходимо пролить, вспомнить, как Туполев в лагерях сидел. Ну, в общем, школьный учебник. А есть другая наука. Не наука. Есть паранаука. Паранаука — это конспирология. Это… Это квазинаука. Паранаука, квазия — это все, что квазия. Все, что квазия. Ну, сегодня, скажем, это были бы… Что сегодня? Плоскоземельщики. Плоскоземельщики. Когда-то это было бы, допустим, условно говоря, вот там… Кашпировский там, да? Но я вот… Эти вещи, они уже были отработаны очень хорошо в НТВ, профессор-репортер. Поэтому мне интересно то, о чем они говорили. Например, все читали «Роковые яйца». Ну, Булгакова. Где ученый, профессор Персиков, смотрит в микроскоп, и он конденсор неправильно повернул, что он стал не лучик давать такой, а там на спектр разложился. И в каком-то куске спектра в красной полосе вдруг амебы начали развиваться. И он понял, что он открыл секрет жизни, лучи жизни. И… А на самом деле был прототип. Александр Гурович, который открыл, так называемое, мито-генетическое излучение, которое, значит… Ну, фактически… Булгаков о нем знал, мы это доказали. Булгаков читал газеты, а этот Гурович был как рок-звезда. И в конце концов из этого получился вот такой синтез. Конечно, никакой Гурович, никакой МНКВД вместе, значит, куриц там не… не размножали. Вот. Но, тем не менее, мы нашли. И первую серию я придумал, что она будет про Гуровича и про коллективного… Сейчас же надо аккуратнее выражаться, потому что мы думали, что это все-таки один там коллективный прототип был у профессора Преображенского в «Собачьем сердце». Вот. Ну, то есть вот история советской паранауки. И я с этим носился, дождю не надо… то дорого, то неинтересно. И как-то мы выпивали с Красовским, а он сказал, что… вот давай это на Russia Today. А тогда… это был ноябрь где-то. Декабрь. Ноябрь-декабрь. Двух ты… ноябрь, наверное, даже. Двадцать первого года. Вот. И… А как раз у них развивался «Артидок» тогда. Документальные фильмы. Которые еще были очень нейтральными. Там не было пропаганды. Вот там что-то про Россию, про какие-то, значит, там… Ну, не знаю, условно говоря, там… «Переди планеты всей» Нет! «Переди планеты всей» — это пропаганда. А… А здесь просто, ну, какие-то документальные фильмы. Ну, что… Ну, там, не знаю, «Алтайские племена»… Какие-то, допустим, там… Конечно, пропаганда. Вот. Ну, я встроюсь в эту линейку, и стали мы это все снимать дело. Короче говоря, мы довольно много отсняли. По крайней мере, первые серии, две, они были точно ясны. Ну, серии или две, понятно было, как раз объем. Вот про булгаковских прототипов. Тем более, что мы решили от простого к сложному. Потому что булгаков все-таки все читали. Поэтому будет понятен контекст. Вот. И тут, значит, грянул этот февраль. 24 числа. Ну, что? Ну, я написал Антону, что все, извини. Ну, что? Ну, вот так. Ну, что? Извини, ну, что? Ну, что не сможем работать больше. Ты из-за того, что «Russia Today» — вестник войны… Нет, ну, из-за того, что… Ну, из-за того, что… Да, стало понятно, что с государством нельзя вот в этом смысле иметь ничего общего. Почему осенью ты пошел? Разве что-то было непонятно с… И насколько я понимаю, тебе пришлось убеждать Красовского. Ну, то есть Красовскому понравилось, и тебе пришлось убеждать в этом Маргариту Симонио. Да, Маргарита очень боялась, что я… Он сказал, что я обезьяна с гранатой. И я говорю, ну, у меня граната, у меня ЧК… Я занимаюсь только этим. Вот. Тем более, что там 25 часов в сутки можно было заниматься. Там дикое количество материала. Что я буду на какие-то митинги ходить, условно говоря, будучи там «Russia Today». Мне хотелось избежать конфликта интересов. Я скажу, что я буду заниматься, пока я не выпущу фильм, только фильмом. Только фильмом я буду заниматься. Идти на «Контакт» и просить на таких условиях что-то у Маргариты Симоньян осенью 2021 года… Почему просить-то? Это унижение? Нет. Почему это унижение? Это… Маргарите было так же это интересно. Не знаю, в каком аспекте. Можно ли иметь дела с Маргаритой Симоньян осенью 2021 года? Я думаю, вполне. Они тогда диверсифицировались очень хорошо. Я говорю, вот это направление «Артедок», которое у них было, было вполне приличное. Ну смотри, давай я просто перечислю какие-то вещи, которые просто мне приходят в голову. Да? Вот вверху. И мне просто интересно, как ты на это реагируешь. Маргарита Симоньян выстроила огромную машину пропаганды, которая целенаправленно годами делала так, чтобы государство в конечном счете пришло в ту точку, в которой сейчас находится. С войной, с огромной угрозой для всего мира, с огромным, подожди, да я это говорю, количеством жертв в Украине. И со стороны России, и со стороны Украины. Итак, я будучи все-таки по профессии биологом, сразу обращу внимание на логическую нестыковку. То есть я должен был об этом знать в октябре 2021 года. В октябре 2021 года тебе не было понятно, что это машина пропаганды? Приведет к? Нет, что она уже… Нет, только что было сказано, что она привела к соответствующим выводам. Мне в 2021 году это должно было быть понятно? В октябре. К тому, что Россия находится в какой-то странной точке? Россия всю жизнь находилась в странной точке. Хорошо, допустим, тебе это не нравится. Допустим, ты не считаешь, что Маргарита Симоньян – человек, которая поднялась на репортажах из Беслана, где она, в общем, вполне очевидно врала. Маргарита Симоньян – это человек, который по расследованию Навального вместе с своим мужем Тиграном Киасаяном заработала миллионы миллионов на пропагандистских программах. Хорошо, так, значит, смотри так. Подожди, подожди, дай я договорю. Я уже понял всё, Юра. Ну я понял, я весь этот вопрос понял. Значит, ты не платишь налоги в Российской Федерации. Пока плачу. Платишь. Ты что финансируешь у нас? Я региона Российской Федерации. Почему это так? Потому что федеральный бюджет идёт на войну, а налоги меня как индивидуального предпринимателя идут на этот. Но стоп-стоп-стоп. Но регионы Российской Федерации сейчас многие финансируют собственные батальоны, которые отправляются на специальную операцию. Я не знаю, как выйдет. Подожди, подожди секундочку. Логика белого пальто приводит всегда в тупик. Вообще нужно сотрудничать со всеми конструктивными силами, которые существуют и конструктивны в данный момент. Дай я тебе отвечу. Я не могу отказаться от гражданства Российской Федерации и перестать платить налоги, по крайней мере сразу. Хотя я делаю для... Подожди. Ты идёшь на компромисс. Подожди. Я не могу отказаться. А отказаться от работы с человеком, который прожжённый пропагандист, который пропагандирует насилие и смерть, я могу. Хорошо, вот смотри. Я достаточно аргументированно ответил? Достаточно. Ты согласен, что по сравнению с налогами мимо? Нет, не мимо. Я не могу отказаться от гражданства Российской Федерации. Я не говорю, что этого хочу сейчас, несмотря на то, что я категорически против того, что моя страна и моё государство сейчас делают. Но я не могу от этого делать. А отказаться от общения с Маргаритой Симоньян или Антоном Красовским, и от сотрудничества я могу точно так же, как и ты отказался три дня спустя после начала войны. Ну и что? Каждый проводит красные линии там, где он хочет. Допустим, есть Первый канал, который до сих пор показывает огромное количество очень качественного кино. И? И с другой стороны, там есть программы, которые просто фолькш-себиабахтер. Понимаете? Можно ли смотреть Первый канал, просматривая рекламу? Если мы сейчас начнем докапываться до мышей, а очень многие, переезжая в Благословенную Калифорнию или куда поближе, начинают тут же докапываться до моих мышей и рассказывать мне, куда я должен был выходить, какие тексты должен был писать, куда я должен был сесть, какие ценники в магазины я должен был переклеить. Огромное количество учителей образовалось. Огромное количество. И это ровно степень гражданского пафоса пропорциональна, прям пропорциональна степени удаления от Российской Федерации. Как ты думаешь, если бы мы с тобой встречались осенью 2021 года или там летом прошлым, когда я бы тебе не задал этот вопрос? Никакого удаления тогда еще не было? А, может тогда, Симонин, я бы сказал тебе то же самое, что существует гигантский холдинг Раштуды. В котором образовалось… Прости, я просто тогда отмечу, но тогда как бы аргумент про удаление, он тоже не работает в контексте моего вопроса. Спрашиваю я, а ты… Сейчас работает все. Сейчас само слово «Раштудей» оно как бы уже приобрело несколько иной смысл. Потому что, понимаешь, даже то, что делает «Раштудей» и то, что делал первый и второй канал, качественно изменилось после мевраля. Николично, а качественно прямо изменилось. Вот тогда просто для меня красная линия здесь прошла. Для кого-то она, возможно, прошла вообще в 2000 каком-то году, когда вообще никто не знал, кто такая Симоньян. Для кого-то, не знаю, с Красовским красная линия пролегла, не знаю, когда он там пошел в мэры Москвы. Ну, ребята, ну… Ну, если вот так сейчас… Каждый нас сейчас совонаролит постоянно. Вот выходит на площадь и совонаролит. И причем, поскольку у разных людей разная чувствительность к разным аспектам общественной жизни, а жизнь уже противоречивая, то он выходит и начинает совонаролить. Проклинать, разжигать костры. Вот. И сейчас как раз не хватает солидарности, допустим, вот, что делать для того, чтобы сейчас молодые люди не пошли на спецоперацию. Чтобы не было этой тотальной мобилизации. Любые средства хороши, легальные. Я понимаю, о чем мы с тобой говорим. Мы с тобой говорим о степени растяжимости совести. Скажем так. У меня нет ответа на этот вопрос. Нет ответа. Что, в какой ситуации, нравственно или ненравственно, я этого не знаю. Я знаю, что главное – не быть лично причастным к насилию. Если… Вот лично причастным к насилию. Личным причастным к пропаганде. Личным причастным к пропаганде ненависти. Ты думаешь, что вопрос возник с НТВ… Вот тот вопрос, который ты мне задал с «Раштудей», ты думаешь, мне его не задавали в НТВ в 2011 году? Что на НТВ в 2011 году, в 2010 году дирекция «Прайм» боковала не хуже, чем «Раштудей» или «Первый канал» сейчас. Не хуже. Ну только герои были другие. Там был Ходорковский враг, Березовский враг. Все были… Ну, короче, я думаю, до хрена врагов тогдашних. Просто о них все забыли. Я помню. И нам задавали вопросы люди, там, не знаю, ну такие красивые и светлые, назовем их так. Ну и так, как вы можете ходить по одному этажу, а это правда. У нас вот так был наш тамбур, это дирекция «Прайм», а так вот эти были криминалы сидели. Которые уже тогда там у них… Жириновский… Ой, этот… Ходорковский… Ну все убийцы, блин. Как вы можете с ними в одну пепельницу вообще бычки тушить? Да как вы ходите по одной… Да вы должны просто взять их, всех придушить, все. Вы должны восстать их, свергнуть. А вы на нем… На одном канале у вас три буквы НТВ с шариком, и у них три буквы НТВ с шариком. Как вы можете? Думаешь, этот вопрос мне не задавали? Паша, объясню, почему я так сильно интересуюсь твоим приходом на «Раша Тодей»? Да. Это вопрос не от человека, который хочет созерцать на тебя в белом пальто, как ты говоришь, из Бостона. Это вопрос от человека, который занимается той же профессией, что и ты, и человека, который рос в том числе на том НТВ, и помнит тебя как суперпрофессионала, и по-прежнему знает тебя как суперпрофессионала, человека, который может день с нами провести в Батумском парке и так рассказывать про эти камелии. Ты рассказываешь про этот бамбук, про этот орешник, про это все, с огромным количеством аналогий, контекста, исторических воспоминаний. Ты человек, который суперталантлив, который застал свободу… Давай кусок говна в конце, давай говешку, оп, я готов. И который пришел к тому, что ты вынужден был работать с людьми, которые разжигали войну, и это было понятно уже прошлой осенью, и стали ее активными граммофонами. Людьми… Подожди, пожалуйста, да я это говорю? Ну, договори. И мой вопрос. Просто человека, который более молодой и занимается твоей профессией, который и близко не настолько способен… В смысле, там, подбора слова, аналогии, метафор… Но! Но тоже застал свободу, как у тебя была НТВ, а мы застали Ютуб этих лет. Как быть, чтобы к 55-ти годам, или неважно, чтобы в будущем… Как быть, что делать и чего не делать, чтобы в будущем не прийти вот к этому… о которой ты заговорил, чтобы не прийти к тому, чтобы сотрудничать с этими людьми? Тебя к выбору какому-то очень серьезному, если еще этого не было в прошлом, не подходили к тебе какие-то люди с соблазительными предложениями, из структур близких, условно говоря, к институту развития интернета, скажем так, аккуратненько. Ну, к администрации президента. Все равно это выбор рано или поздно возникнет. Где-нибудь в совершенно неожиданном месте, как у меня. Обязательно, Юр, возникнет. Вот смотри, я почему бы говорил про институт развития интернета. Брать деньги государства — западло. Вот, у Russia Today. Но делать хороший научный проект на деньги института развития интернета можно. Дальше следите за руками. Есть много публикаций. Тот же институт через два шага превращается, понимаешь. Иногда ты даже не будешь знать, что ты получил деньги от структуры близких. В том числе и за рекламу. И потом кто-нибудь... Ты сейчас стал на Даренко похож, по выражению лица. И иногда, и кто-нибудь, понимаешь, кто либо прошаренный, либо у которого пальто еще милее, обязательно тебя в этом обвинят. Мир слишком сложен, экономер слишком сложен. Вот смотри, есть холдинг Russia Today. Внутри холдинга было вполне симпатичное направление RT-Doc. Внутри холдинга. Скажи, пожалуйста, любой человек сейчас, работающий в полиции, является преступником. И даже тот следователь, который занимается делами об убийствах. Любой человек, работающий в ФСБ, является преступником. Даже тот, который, не знаю, там занимается, не знает, чем они там вообще занимаются. Вот, ну, понимаешь, да? То есть это, ну, это, это, это схоластика абсолютная. Ну, проблемы, давай решать по мере их возникновения. Я решил проблему по мере их возникновения? Я решил. Теперь будете обсудить, когда я ее решил. А нужно было раньше решать. Ну, почему плохо заниматься любовью на Невском проспекте? Советами замучают. Ты говорил, что презираешь пакетное мышление. Ой, ну да, но сейчас оно не очень актуально, потому что сейчас, по-моему, у всех все перетасовано. Объясни коротко, что такое пакетное мышление. Ну, пакетное — это когда человек выбирает определенную идеологию, определенный бабл, определенный пузырь, в котором принята определенная система ценностей. Допустим, гомофобия, традиционные ценности, поддержание военных операций, значит, имперского толка. Православие в его, так сказать, таком традиционном исполнении. При этом обычно эти люди ездят на больших машинах. Ну, исповедуют определенные архитектурные стили. Там, да, такой вот маши и медведя. Или наоборот, да, это студия, значит, с стеклянными окнами, небинарная пара. Там есть беспородная обязательно собака, потому что породистая — это неприлично. нужно брать собаку из приюта. Это обязательно веганство или что-то в этом роде. Ну, то есть это вот, когда человек выбирает себе определенный пакет, покупает свое мировоззрение, не формирует его сам, а покупает пакет готовый. Это же очень удобно. Это как комбо в Макдональдсе. Ты покупаешь и понимаешь, что это для тебя прям… Либо этот пакет покупаешь, либо тот. И зачастую люди иногда просто меняют предпочтения и покупают то один пакет, то другой. Грубо говоря, пакетное мышление — это когда ты, например, либеральных ценностей, но вдруг что-то в этих либеральных ценностях начинает каким-то образом тебя напрягать, но ты про это не скажешь, потому что ну как же, как же? Конечно, бывает такое. Нет, это определенный строй мышления. Это вот, понимаете, девочка с синими волосами. Работает в медиа, в таком новом медиа. Ей 20 лет, у нее опыта нет никакого. Она говорит, что отсутствует опыт — это замечательно. А в перерывах она, как правило, между заказами веганской еды, она рассказывает о том, как она лечит депрессию. Почему она говорит, так, депрессия? Они еще своеобразные говорят. Паша, ты понимаешь, что ты сейчас просто настолько стереотипизируешь? Ну это же от такой стереотипизации до гомофобии просто два шага, понимаешь? Это все равно, что рассуждать, что как бы все геи, они манерные. Я когда смотрю в зеркало, я становлюсь гомофобом. Но все равно есть же какие-то определенные типы. У нас, допустим, купчиха Островского, или чиновник Гоголя, или, я не знаю, еврей Шола Малейхами. Но есть какие-то определенные типы, может быть, стереотипы, которые четко мы узнаем. Ну вот ты же узнал эту девочку, ты же их встречал неоднократно. Я не понимаю, что в этом плохого. Ну да, у нее есть вот сейчас такой стилек. Так вот это и есть пакетное мышление, собственно. Смотри, давай сразу же. Вот если эта девочка, вот она в этом стиле, но вдруг ей начинает нравиться что-то за пределами этого пакета. Не знаю. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл вполне она может слушать. Певец-шаман, не приведи бог. Вот, ей начинает нравиться. То... То твоя версия, что если она только из-за того, что она вот с синими волосами заказывает веганскую еду и слушать шамана, не прикольно? Стыдно? Если она откажется... Она это скроет, она это скроет. Да, вот если она откажется от этого, то это плохо. А если она выйдет за пределы пакета, то это норм. Ну это героизм, можно сказать. А, вот, всё. По ближайшим временам это героизм. Я хотел бы понять, что такое... Это героизм. Потому что внутри своего пузыря это показывает все социальные сети и все исследования. Очень уютно. И, кстати говоря, первое такое исследование, одно из первых, в 2015 году ещё было сделано, в Польше была дискуссия относительно врождённых привилегий потомков шляхтичи, потомков польских дворей. Сейчас эта дискуссия, кажется, совершенно уже ушла в прошлое, она ушла действительно в прошлое. Но вот именно, что один пузырь не понимает другого, и даже понятия у них разные, и даже слова у них разные, тогда это было чётко зафиксировано. Это был 2014 или 2015 год. Вот. И сейчас мы находимся, конечно, в разных пузырях. Это ведь... Это ведь очень много американцев современно писали, что удобнее жить там, ну, удобнее становится вокруг себя комфортный мир. И ты отбирать невольно из окружающей среды те мнения и алгоритмы соцсетей так построены. Они подсовывают тебе то, что ты, скорее всего, полюбишь, да? Что ты будешь больше смотреть. И больше будешь, просмотров рекламы, этому ролику давать. Также и соцсети построены все на том, чтобы все жили в каких-то очень уютных пузырях, чтобы ты не прочитал ничего тебе неприятного. Антон Красовский — всё ещё твой друг? Нет, мы не общаемся очень долго. А когда дружба прервалась? Господи, боже мой. Мы не подписывали контракт о расторжении дружбы. Но я написал Антону, что я не смогу с ним больше работать. И сразу что-то и. 24-го, 25-го, 26-го это было. Ну, где-то первые дни было. Можно посмотреть по этому. Сейчас же всё документируется. Сейчас же все молодые люди обычно всегда в любой переписке делают скриншоты, что потом можно было в Твиттере показать. Но ты тоже показывал личную переписку. Поэтому это такое стёпло обе стороны. Нет, я показывал переписку по поводу, то, что говорят люди, по поводу меня. Ну какая разница, всё равно скриншоты переписки. Нет, это корпоративная была переписка. Не личная. Был корпоративный чат. Как-то на вашу дружбу влияли его превращение в отъявленного пропагандиста? Например, когда он произносил, что топил бы в реке всех этих оппозиционеров? Нет. Я вообще воспринимаю в значительной мере его позицию, как такую игру в саморазрушение. Вот мне кажется, что он косплеит Блока или Брюсова. Вот кого-то из... Да, ведь Блок же как царь революции. А Брюсов? Он даже комиссаром был, по делам искусств тоже всех. Вот, понимаешь? Мне кажется, он косплеит какой-то Серебряный век. Он пытается найти... Он же здесь строитель. Он вот как-то делает свою жизнь по законам произведения искусства. Понятно, что мы сейчас по той или иной причине любим больше Гиппиус, который на другой стороне. Мерзкая, мерзкая, черная, грязная. Помнишь, да, Гиппиус? Это стержок замечательный. Вот. А с другой стороны, были ведь и... Кто вот... Мы на горе всем буржуевым, мировой пожар раздуем. Господи, Блока 12 сейчас особенно надо перечитывать. Потому что там есть замечательные прогнозы, конечно. Например, закрывайте этажи, нынче будут грабежи. Вот. Гетра серая носила, шоколадка на неё жрала, с юнкерьём гулять ходила, с ладачём теперь пошла. Ну, как бы... Много там интересных персонажей. Но слушайте музыку революции. Вот Антон слышит эту музыку. Вот этого всего, да. Ну... Мне кажется, он же называется жизнестроительством. Он же не сапог. Как думаешь, когда вы сможете восстановить все общение? Я вообще об этом не думаю просто. Можно я об этом не буду думать? Ну, получится! Не получится, не получится! Ну... Как? Ну... Жизнь же, ну... Старячок. Ну чё ты русск топору зовёшь? Как Владимир Михайлович говорит, Листик. Чё ты зовёшь русск топору? Хоть раз тебе было страшно после начала войны за то, что... Ты продолжаешь высказываться? Да, ты следишь за словами... Мне сейчас страшно. Ты следишь за словами, чтобы вот конкретно не нарушить. Но при этом ты же понимаешь, что это абсолютно фиктивный закон. Фиктивный, кого угодно, да. Тем более, что мы знаем, что нет предела совершенства, можно и гантели в жопу получить. Вот. За... В общем, достаточно невинный стишок. Главное, нужно хорошему человеку под руку попасться. Вот. Я и сейчас боюсь. Ну а что? Ну вообще, мы всё время что-то боимся. Я... В детстве мне говоришь, что иногда в Афганистан заберут, если ты не поступишь в университет. Потом мне говоришь, что... Там, не поезжай в Чечню, там тебя убьют. Потом ничего, что-то... Я всё время... Ничего не надо чего-то бояться. Боишься — делаешь. Ну что? Боишься — делаешь. Ну что? В России лютует мобилизация. Угу. Ты же знаешь, что это такое? Ты застал времена, когда был Афган. Ты понимаешь, вот сейчас одна из... Ну... Наш военрук... Иннокентий Павлович Зиновьев. В университете. У него была такая присказка. Пускай безобразно, зато однообразно. То есть, ну, по крайней мере, ты знаешь правила, по которым что-то происходит. Ага. Этих берут, этих не берут. Да? Можете совершать какие-то действия, да? Допустим, там, не знаю, обследоваться врачей, там, ещё что-то, да? А здесь же непонятен принцип вообще. То есть сказали, что берут этих, потом не берут этих, потом мать-заступница, две родины-матери, значит, Собчак и Стимонин возникают, начинают... Значит, там это самое... Начинают, значит, этих самых... Ну, это... Как, знаешь, Зыкина, вот этот вот образ матери, родины, вот это такое. Да, она и государственная, но она тебе может чуть-чуть там, где-то там помочь, да? Мать-заступница вот эта, да? Наша такая. Это всё создаёт самую страшную ситуацию. Это ситуация непредсказуемости. Кавкиянскую абсолютно. Потому что главное, что человек постоянно находится в напряжении. Он не понимает, где именно он наступится. Он не понимает, какое именно слово он скажет неправильно. Он должен быть как бы изначально виноват. Он должен быть изначально бояться, да? Забиться, прикинуться веточью. И вот эта ситуация с нынешней мобилизацией, она точно такая же, какая была, допустим, в 86-м году. Когда в один год у вас вводят отсрочки для студентов, и студенты радостно бегут, абитуренты радостно бегут поступать. Через год они все оказываются в армии. Потом, значит, происходит массовая кампания в Академии наук, которую заглавляет академик Роушенбах. В литературной газете, да, самым либеральным средством массовой информации СССР появляются статьи, там, академика Роушенбаха, одного из отцов советского ракетного проекта. Не забивать гвозди микроскопом. Потом начинается некое обсуждение в Верховном Совете еще старого призыва, еще новых выборов нет. Советский Верховный Совет, и Верховный Совет отменяет отсрочку. И кто-то из студентов пробыл там месяц, кто-то там пробыл полгода, кто-то пробыл год, и их возвращают с полей опять в университет. Разные курсы рассовывают, организовывают для них рабфаки, подготовительные факультеты, чтобы им как-то войти. Это не напоминает сегодняшнюю ситуацию, когда сначала вас всех забирают, потом кто губернатор, кто-то говорит «сейчас я их верну». Вот эта обстановка нервозности, обстановка, когда ты сам даже не можешь спроектировать собственную жизнь, она зачастую хуже, чем сама мобилизация. После «Дождя» ты собирался или даже начал делать фильм для картозии про хуй. Да. Вот так и сформулировал задачу. Да и название такое было — «Хуй». А про что это? Про хуй. А из чего он должен был состоять? Ну это же не анатомия? Анатомия там тоже была в той части, в которой это влияет на образ хуй в культуре, конечно. Ну это хуй, как он в культуре преобразовал, профаллические символы, про исследование. Что значит про анатомию? Нет. Анатомия — да. Потому что мир невозможно сейчас представить себе без Виагры. Да. Потому что она вернула в строй многих ветеранов, которые уже ушли в отставку. А действия Виагры невозможно себе представить, не зная механизмы ее действия. То есть какие-то вещи там были сугубо физиологически, конечно. Куда ты ездил снимать это? В Прагу. О, в Праге. Замечательный частный музей. Ну он как бы музей секса называется, он не секса, а этих сексуальных игрушек, причиндалов. Вот там даже интересы не столько фарфоровые и… Там есть электромотор такой 19 века и вибратор. Это такая штука. Я не представляю себе, как затем можно трагаться. Оно как этот самый, оно как трактор, понимаешь? Или там есть… Считалось, что… Помните такое? В прежние времена, когда не было феминизма еще и было вот это мужское доминирование. Почему женщина, значит, допустим, нервничает, то есть у нее там… Ее мало ебали. Да? Эта концепция, она идет примерно к 19 веку. К тому Шарко, у которого душа. У которого была клиника. Угу. Значит, вот… В психиатрических женских клиниках, которые, конечно, были больше похожи на тюрьму, там стояли такие вот качели с этим, с хуем. Она должна была такие упражнения делать. Деревянную хуем себя любать. Зачем? Чтобы не доебит лечить. Чтобы от неврозы избавиться. Ох. Концепция была. Это правда? Это не апокриф такое было? Не апокриф. Вон стоит эта штука там, конечно, станок. Потом очень интересные вещи, связанные с анонизмом. Это же вообще, вот, была такая вещь, ну, равная, может быть, признанию в том, что у тебя другая ориентация. Может, анонизм? Это же растрачивание семьи. Был даже советский такой анекдот, что… А, когда считал, что он не восполняется. Посадили там крестьянина Васю. А что? Он дрочил, говорит, а что это разве преступление? Ну как, говорит, связь с кулаком и разбазаривание семенного фонда. Анекдот тридцатых годов. Энгельс. Энгельс. Основоположник. Ну, для вас основоположник Дудь, а для меня основоположник Энгельс. Для моего поколения. Энгельс писал, помню, какому-то своему немецкому другу, по поводу царя нашего, Николая Второго, который только тогда остался в 96-м год. Что царь этот падет очень быстро. Потому что, как сказал доктор такой-то, который сейчас от него сбежал в Тарту, он все время дрочит. И человек, который все время дрочит, подвержен греху анонизма, он не может, его сил нет, он кончит бесславно. Он написал про Николая Второго. Который еще только-только начало. Еще не было ни... Только была ходынка. Еще не было ни русско-японской, ни революции пятого года. Ничего еще не было. Энгельс. То есть понятие, что человек анонист, и в этом смысле, там гигантская коллекция анти-анонистических приспособлений. Вплоть до того, что там специальная такая штучка, что когда член встает, какая-то пружинка, и он все это пережимает. А потом такая штучка, уже использование современных, хай-тек, электричество. Член встает ночью спонтанно, да, спонтанная эрекция, а чтобы не было провокаций, и начинает звонить звонок. Причем с длинным шнуром. Я говорю, а почему с длинным шнуром-то таким? Говорит, кто-то в комнате у родителей звонок встал. А, чтобы палево еще. Мальчик, проснись. Почему не срослось? Ты знаешь, а непонятно почему. Непонятно, я до сих пор не знаю. Коля сказал, что вот... Причем это не было разрывом каким-то. У нас прекрасные отношения. Он мне не сказал почему. То ли там политика какая-то сменилась, это показалось. Там к тому времени сменился, там, начальник Газпромидии, с Чернышенко Нажарова, бывшего начальника Роскомнадзора. Там много проектов полегло. Короче, это гипотеза, я не знаю. Ну, конечно, это фривольная штука была, даже для пятницы. Но я это доделал. Это уже готово есть. Это где-то лежит. Ну, на каком-то сервере это лежит, конечно. А, кстати говоря, советский человек, он вообще находился в состоянии постоянного стресса по поводу любых совершенно дел. Ну, например, вот, ты молодой человек, у тебя есть девушка, вы едете куда-то отдохнуть. Хотите поселиться в одном номере, у вас нет свидетельства о браке. Вы не можете, потому что вы не женаты. Да. Или, допустим, люди выходили замуж, женились и разводились, потому что им давали талоны в какой-то специальный свадебный магазин, где они могли там купить пиджак, а потом они разводились. Понимаете? Даже такое. Да. Чтобы был просто модный пиджак? Да. То есть, ну, относительно модный. То есть люди постоянно находились в ситуации поиска каких-то крайне нестандартных решений. Лайфхаков. А все-таки, вот, когда мы с тобой говорили, что жили люди хорошо, за эти годы установились более-менее понятные взаимоотношения человека с обществом. За годы типа новой России, раннего Путина. Просто идешь мимо, думая о том, кто там Путин, кто еще кто-то. Тебя не трогают, да? Развиваешь свой бизнес там. Не претендуй на куски государственного пирога, не претендуй на государственные контракты, а где-то там вот как-то. Как любит Валентина Ивановна Матвенко, поборница НЭПа, да? Что она перечислила? Там пирожки печь, там что-то машины починять. Вот ее в этом представлении бизнес, вот то, с чем имеет право заниматься народ, это вот такой бизнес, да? Ну, то есть это... Точать сапоги и печь пирожки. Ну и гвозди еще делать, как выяснилось. Вот. Ну, то есть ты понимаешь, по крайней мере, вот как Китай, например, очень долго понимает. Да, вот там очень давно этот общественный договор, со времен еще Дэн Сиаопина. Там это куда? Малайзия. Это вот такая система. Таиланд. Это вот такая система, очень принятая в Юго-Восточной Азии. Было вот в течение этих лет, условно говоря, даже, можно сказать, даже с 2008-го там года, по 2000... Ну, когда у нас иностранные агенты и самые... Двадцатый. Двадцатый, да. Да. И когда вот ты в этом... Как вот медуза здесь плавает, вот ты в этом слое находишься, ты понимаешь, что вот... То есть это вот... Дафней хавой, а дельфинов не надо там, да? И даже не надо к нему приближаться. Человек находится в состоянии относительно комфорта. Когда его мир начинает разрушаться, он разрушается сразу весь. Он перестает понимать. Ну, я бы сказал, что здесь даже вот эта спецоперация, это даже была второй стадией. Первой стадией был ковид. Если ты помнишь, вот триумф как раз кавкианства был во времена ковида. То есть масочный-перчаточный режим. Уже давно было доказано, что перчатки никакого отношения к заражению не имеют. Но поскольку не ношение перчаток, это хороший доход ментов, то и вообще как бы лучше, чтобы человек чувствовал себя в перчатках. Вообще лучше его как можно больше на мордку в него повесить. И поэтому эти перчатки держались невероятно долго, да? Или, например, вот есть территория, Тверская площадь. Внутри там какая-то карусель, устроенная мэрией. Снаружи тротуар. Вот здесь ты идешь без маски, туда в маски. Или, допустим, в кафе. Ты приходишь в кафе без маски, берешь кофе, в маске расплачиваешься, потому что, как всем известно, коронавирус передается исключительно при контакте карточки с терминалом, да? Потом кофе же ты в маске пьешь. Ты снимаешь маску и в метры садишься пить, да? И вот это маленький шажок. По сравнению с мобилизацией, это фигня. Но это тоже очень сильно подтачивало, условно говоря, некую веру человека в том, что есть некие правила. Потому что когда, например, на пикет вдвоем ходить нельзя, потому что коронавирус передается, а на митинг на Манежный, на Путинг ходить можно, и там вирус не передается, вы сразу понимаете, что с вами играют в какую-то очень нечестную, очень лживую игру. И если бы даже настолько недоверие к власти сформировалось и усилилось за время коронавируса, что если бы даже, как у Маяковского, на улице улыбающиеся милиционеры прохожим раздавали апельсины, то обязательно бы в каких-нибудь пабликах было, что апельсины либо зеленые, либо отравленные, либо гнилые. И это было бы правдой? Это бы, возможно, и не было правдой. Но мы не можем от власти ожидать сладких и спелых апельсинов, потому что обязательно нужно ожидать подлянки. Одна из вещей, которую за эти два дня невозможно не заметить — твои постоянные шпинки, которые ты отпускаешь молодому поколению. Девочка с синими волосами, небинарная пара, беспородная обязательно собака, веганство. У меня депрессия. Девочки с депрессиями тогда не снимали квартиру. Он ведь не идет в смузи-бар заказать себе смузи из сельдерея со шпинатом. Почему так? Ну, во-первых, борьба военной поколении никто не отменял. Я же не говорю о спецоперации поколения, я говорю о войне поколения. Война поколения никто не отменял. Просто обычно принято вставать на сторону молодого поколения, топча старичьё типа меня. Но старичьё тоже может иногда что-то сказать. Правда? Это нормальная дискуссия, нормальный дуэль. потому что с точки зрения этих самых... Вот, например, нельзя дискриминировать по поводу сексуальной ориентации. Нельзя, да? Нельзя по поводу национальности. Нельзя по поводу там, места рождения, да? Скажи по поводу... Можно сказать, жирный старик? Или бодипозитивный, возрастной? Вот не знаю. Вот я для них, я жирный, токсичный старик. Понимаешь? Ну, это правда. Потому что вот после истории с харассментом двери очень многих мидия были для меня закрыты. Ну, осадочек остался. Меня осудили молодёжным трибуналом вот этим Козамольским. Ну а что, после этого у меня какие-то... Я буду говорить, что... Знаете, я понял. Они лучше нас. Они честнее нас. У них даже другие глаза. Вот я буду... Актерствовать, как вот... Огромное количество людей сейчас актерствует в попытке... Они же очень бескомпромиссные, эти молодняки. Они ведь фальши чувствуют с самого начала. Они никогда в жизни вот этих заискиваний... Огромное количество людей заискивает сейчас. Ой! Давайте что-нибудь сделаем такое интерактивное и по повесточке, чтобы там вот так было, этот был такой... Ну, конечно, отрицательный герой. Он будет, конечно, этот самый... Харассерц этот жирный. Да, старый. А люди это считывают. Особенно молодняк, он же вырос в новую этику. Не только в новую этику, он вырос в новую искренность. И, кстати, одна из бед, почему сейчас молодых людей очень многое поджидают, поджидают многие беды, в том числе и вообще несполицейская система. Они не умеют врать и не умеют тихориться. То есть вот он считает, что там кто-то токсичный старик, он и пишет в Твитере, он токсичный старик. Или, допустим, вот этот Денис, который... Антон, который не выходит у меня с головы, этот поэт, который вышел к Маяковскому, да, записал этот какой-то, ну, с моей стороны, довольно бездарный, не очень... не очень хлесткий-то этот стих. Был бы он хлесткий, как Пушкин там, да? Кишкой последнего попа, последнего... или кишкой последнего... последнего попа удавим. Вот это, ребята, на лозунги пиши. Прямо, да, вот. Выходи с этим, и это страшно, потому что это действует. А этот мальчик, который гантелью... вот понимаешь, они не умеют скрываться. Они на самом деле гораздо более беспомощны, чем мы. Они не умеют притворяться ветошью. В этом смысле я абсолютно... Ты опять говоришь, я их туда или я их сюда. Мне в них нравится вот это. Вот эта искренность, эта примотация, с которой они могут вот так вот встать. И зная, что его ждет, да, встать и вот так... Ну бы сказать, ну глупость какая-то. Ради этих 30 секунд... Господи... Ну вот, то, что с ним сделали эти менты, это вообще... это непредставимо. Я не знаю там, что там должна сделать Симоньян или Собчак, но я не знаю... Ну тут, как, грубо говоря, Песков там сказал, что пускай органы разбираются. Ну, что вообще... Ну, здесь надо было, конечно, за парня вступиться абсолютно. Даже государством. Потому что это невозможно. Вы развязываете руки, потому что дальше... Ну дальше все. Вы просто открываете дорогу лавине, да? Потому что когда была подобная история ведь с отделом полиции дальней, ведь тогда очень многие государственные чиновники стали возмущаться. И в конце концов, он министр внутренних дел тогда же ушел в отставку. Вот. Здесь же вообще молчок, да? То есть вы понимаете, что вы новые? Удобно ли было? Вот любой государственный чиновник должен сейчас сказать, ребят, это невозможно. Кстати, фамилии были тогда известны на второй день после отдела полиции дальней. Сейчас мы до сих пор не знаем фамилии ни одного человека, который, предположительно, этого Дениса насиловал гонделей. Вот. Так вот, по поводу… Понимаешь, они не умеют сдержаться. Поэтому мы видим эти картинки, где вот эти девушки выходят на совершенно такие митинги, которых там… понятно, что они никоим образом ни на чем не скажутся, да? И в этом смысле я, конечно, за них абсолютно. Ну, когда они начинают вот эти мел… когда вот начинается вот это все… Вот это все это что? Новая этика, раф и… Ну, начинается Новая этика, раф, собакены… или собакены, как правильно, песили… вот это все, когда начинается вот это… Ну, я считаю, что это сюсю. Ну, такое сюсю. Ну, такое сюсю. Культивирование собственной травмы, например. Причем, они страшно противоречиваются. С одной стороны, он идет на полицейскую машину, а потом он культивирует травму, не зная, когда учительница его назвала болваном в девятом классе, это было десять лет назад, а теперь у нее травма, понимаешь? Она токсичная. Ну, мне не понять. Мне не понять и хорошо. И Пушкин писал, «Здравствуй, племя, молодой незнакомый». Ну, это же не значит, что я должен со всей стороны… Понимаешь, сейчас есть культ молодежи, да? Ну, культ, он есть, безусловно. И любой рэпер с аудиторией там четыре… тринадцать тире восемнадцать, не знаю, правда, он растерзает вас, вот просто… Потому что это, это прям вот та аудитория. Потому что там, во-первых, реклама-емкость, там просмотры, потому что у них же они же гаджеты ориентированные все. И за внимание подростка сейчас весь мир конкурирует. О чем ты мечтаешь? Последнее время я очень редко стал мечтать. Но я мечтаю о каком-нибудь длинном, хорошем и красивом контракте… ну, правда, правда, который примирит меня с вот этой постоянной нервозностью. О каком-нибудь длинном, хорошем, красивом контракте, не знаю, будет ли он научным, будет ли он там, не знаю, каким-нибудь ландшафтом. Ну, о каком-нибудь таком… чтобы не нужно было, во-первых, ну, вот каждую секунду беспокоиться, как раньше говорили о завтрашнем дне, да, чтобы можно было планировать в долгую что-то, чтобы можно было чуть-чуть расслабиться. Я имею в виду не расслабиться, лечь, а тратить меньше времени вот на это вот… на создание вот этого, как это… на трение шестеренок внутренних друг от друга. А сил много на это уходит? Конечно, потому что это все время… все время же себя коришь, что вот я это не могу найти, я ленив, я не любопытен, я не могу поднять жопу, я не могу, так сказать, или там… я считаю, там, унижением там, себя лишний раз где-то отрекламировать, там, написать какой-то пост, посмотреть какой я хороший, ну, как сейчас принято на самом деле. И в этом нет ничего дурного, когда я вижу такие посты, я не вижу ничего дурного, и когда люди там, не знаю… ну, вообще, инстаграм-бизнес вообще весь так построен, как я понимаю. Люди публикуют свои там… условные тортики, там, как бы их не называть там, да, или там тортики, или лестницы, или там, не знаю что. Вот, и… ну, я не знаю, мне сложно, я не могу… может, я советский человек, может быть, я… не могу понять, но я мечтаю о том, что вот… у меня был какой-нибудь период, вот как, например, был у меня понятный период, когда мы снимали большие там, фильмы, специальный репортаж на 5-м канале, было понятно, о чем, был понятен горизонт планирования, был понятен финансы, не мои даже личные финансы, а мои личные финансы, это же вот мелочи, да, по сравнению с расходами производственного, что касается, знаешь… вот, а чтобы было понятно, что я делаю что-то, что будет нужно, чтобы как-то было востребовано, в каких-то более-менее незыбких каких-то формах существования. В сентябре тебе исполнилось 55. Ты доволен, как к этому моменту развивалась твоя жизнь? М-м-м. Чем ты недоволен? Ну, всем, как моя жизнь развивалась, что я мог больше, что у меня были когда-то идеи, о которых я вспоминаю, знаешь, какие-то записки пролистые, чтобы… Неужели… И старый текст, сейчас неужели я так писал когда-то? Я понимаю, что я стал себя обуздывать, не только в смысле политическом, что так нельзя теперь писать, а в том смысле, что… Это сейчас слишком сложно, надо писать проще. Есть же еще другая цензура. Ты же должен еще по аудитории цензурироваться. Самоцензурироваться, да? Что неужели я когда-то так писал? Ну, да, есть такое, что мог бы развиваться в этом направлении, не развился. Ну, понятно, я много в чем себя упрекаю, естественно. Если бы у тебя была возможность что-то поменять, что бы ты поменял? Ну, я никогда не задаюсь такими вопросами, понимаешь? Я не знаю, где была та точка бифуркации, когда моя жизнь пошла, как я считаю, не туда. Она много раз шла не туда. Я не знаю, где этот момент был просто. Я все время боюсь вопросов. Ваше любимое блюдо? Ваш любимый писатель? Где был тот момент, когда вы были счастливы? Ну, я не помню. Во-первых, у меня никогда нет ответа просто. Как ты думаешь, есть шанс, что в 60 ты будешь в совершенно другом состоянии? Вполне. Ты будешь доволен, ты будешь говорить, как же классно. Я даже не исключаю, что через неделю я буду в совершенно другом месте. Возможно, не по своей воле. Как же можно это исключать? В чем смысл жизни? Ой, ёпки. Ну, привет. Юр. Ну, Юр, мне так интересно. Чтобы мучиться. Вот недалеко, вот отсюда, вот Адлер находится. Совсем. И в детстве я думал, вот, мы едем, а тогда ездили поездами, сутки и больше даже, из Адлера в Ленинград. Мучаемся в этом поезде. Одновременно люди стоят на платформе Московского вокзала и будут ехать те же самые, тоже мучаться будут. Мучаться в разных направлениях. А нельзя сделать так, чтобы они просто поменялись местами и не мучились. А потом я узнал, что это называется второе начало термодинамики и его не обойти. Чтобы люди больше мучились.